Всем добрый день, мы на записи вне очередного открытого микрофона. Мы в гостях у Евгения Руденко, а у нас в гостях у открытого микрофона МБЛ Андрей Кудрявцев. Добрый день. Добрый день. Возникла между мной и Максимом в комментариях третьей части моего открытого микрофона, она продолжится. Может, у кого-то есть еще будет что сказать? Конечно. Ну и то, что мы, открыв информационное пространство 3х3, попробуем развить его. В общем, нас может быть... Нас как слышно? Можно оценить сейчас? Вообще супер. Мы постараемся говорить чуть погромче. Просто у Евгения не только кормительное, но и развлекательно-музыкальное заведение. Тут, видимо, под музыку лучше бутерброды поглощать. Кстати, самые вкусные бутерброды это Glow Subs, да? Ну, пока я ждал, нашли встречи, пришлось повторить два раза. Ну, понятно. Ладно, в общем, принцип знаешь? Да, смотрел, слышал. Да, смотрел, слышал. Ну, тогда они, блоки совсем небольшие, всего 10 штучек, следующего ты выбирать не будешь, это у нас там целая очередь уже. У нас там много... Выбранных, и один под вопросом, он там с собой немножко борется, человек, приходить ко мне или не приходить. Придется же рассказать всем про всех. Да, надо приходить, я думаю, что как раз... Приходи ко мне. Да, как раз рассказывай, рождается истина. Я думаю, что в таких вот спорах и дискуссиях. Да, согласен. Ну, ладно, в общем, едем и стараемся максимально, да? Да. Честный открыт. Итак, первый вопрос. Кто является основной сдерживающей силой в развитии 3х3 в России? Что должно произойти, чтобы мы догнали Европу в уровне игры? Ну, сдерживающей силой является отсутствие условий. И отсутствие... Ну, условия, я подразумеваю, и денег тоже самое. Что энтузиастов много. Как это делать и какие направления, какие шаги делать, в принципе, многие знают. Но отсутствие материальной базы у команд, в России у нас, опять же, думаю, что является основным сдерживающим фактором. Второй вопрос, что нужно... Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Ну, нет, так просто не будет. Вот Максим, значит, в разговоре со мной, значит, да, так, как мне кажется, с таким сомнением, что вот у Москвы нет денег, да? Ну, это всегда тяжело, когда москвичи говорят, что... Ну, и кто занимается этим, говорят, что у нас нет денег. Тяжело воспринимается в регионах. Даже у нас там, в Питере, люди, которые стремятся это и хотят что-то сделать, находят возможность посетить какие-то турниры или как-то развиваться за небольшие деньги. Это систематически происходит уже в течение, наверное, пяти лет. Ребята ездят в ближайшие страны, Финляндию, Латвию, Эстонию, участвуют в турнирах, да, там не так высоко поднимаются, но все участвуют, получают международный опыт. Поэтому, ну, с некоторого, просто с недавнего времени, наверное, два года, когда я вижу уже московские команды, присутствуют на этих турнирах с нашими ребятами, это не так дорого, поэтому... Сколько одна поездка стоит? Ну, и кто ездит... По своему опыту. По своему опыту. Я комфортные условия создавал для игроков, поэтому это дороговато, наверное. Ну, ну, четыре человека. Вот сколько стоит одна поездка в Латвию, к примеру? Ну, они... Это было, ну, в районе пятидесяти тысяч. Пятьдесят тысяч рублей? Пятьдесят тысяч рублей. Я сейчас заложил намного больше. Значит, если вдруг РН охрана когда-то куда-то поедет, у нас будет суперкомфортное условие. Нет, конечно, потому что там можно выбирать гостиницу и, ну, из Питера, допустим, это две с половиной тысячи было на поезде в купе. Можно было за тысячу рублей доехать на автобусе. Ну, а нам еще надо до Питера добраться. Ну, некоторые ребята ездят на машинах, это намного дешевле. Ну, то есть садятся там четвером. Скидываются на бензин. Да, это бензин. Только нужен, чтобы водитель был либо очень выносливый, либо это пятый был. Либо две машины. Нет, ну, две машины все равно, те, кто за рулем, им играть не особо. Главное, чтобы те, кто за рулем, не были игроками. Да. В общем, Москва почем твои золотые купола? Такая нота. Ну, да я шучу. Нет, я понимаю, но на самом деле москвичи, ну, для меня, они много говорят о том, что хотели бы, хотели бы, хотели бы, но мало делают. Балаболы такие. Ну, я думаю, что, нет, кто хочет профессионально, кто хочет развиваться, да, ну, на самом деле, допустим, я и там ребята у нас там, Максим тот же, все очень открыты. И как, ну, как, что необходимо сделать, какие шаги, мы всегда готовы подсказать. Ну, я имею в виду, что по 3 на 3, абсолютно. Поэтому было бы желание, ну, даже финансы какие-то, у некоторых есть небольшие финансы, у некоторых кто-то хочет заложить бюджет, поэтому это все рассчитывается абсолютно спокойно. Начиная с маленьких турниров, заканчивая по бюджету, заканчивая более большими турнирами, или даже не большими турнирами, а большинством турниров, которые проводятся регулярно, летом, везде, в принципе. Даже мы некоторые не знаем. Ну, вот, что касается темы бюджета, да, мы с Максимом затронули эту тему уже. Я, так сказать, косвенно знаю об этом, но это, скорее всего, слухи, может быть, ты более осведомлен в этом. Каким образом новый сад стал новым садом? Альвахдой. Альвахдой. Ну, они неплохо выступали. Представляющий Катар. Ну, да, я понимаю, они неплохо выступали, хорошо выступали, я бы так сказал. Они собрали команду, они раньше играли 5 на 5, сейчас они, ну, сейчас года три, наверное, они не играют 5 на 5 совершенно, да. То есть это меня дезинформировало. Да, то есть они раньше играли, да, там Душин был там лучшим снайпером, Майс Торобич тоже был лучшим снайпером в другом чемпионате, вот. Но сейчас они занимаются только этим, только 3 на 3. У них 3 или больше даже спонсоров. Они играли, искали, у них большое пиар-агентство, у них занимаются ведением инстаграма, группы, то есть они продвигают себя максимально по всем фронтам. Они ищут и в них заинтересованы. Очень сильно, очень сильно сейчас развивается 3 на 3 в Азии. Ну, я желаю попасть туда, на какой-нибудь турнир или просто во время турнира попасть, вы увидите, насколько это, это самая популярная, наверное, там игра, мне кажется. Очень большой интерес, очень большой ажиотаж, это проще, это им интереснее, это не 5 на 5, где у них никогда не будет никаких шансов. Здесь это намного интереснее и доступнее. Поэтому, являюсь очень недаром, там, Япония, Япония и Китай очень лоббируют 3 на 3. Более дисперсионный вид спорта, как мы тоже можем прочитать в комментариях. Ты сам катаешь? Да, я сам играю. Я про покер. Да. И как, Зимарин в хендзапе. Нет, Максим в этом плане, наверное, очень профессиональный. Да, играет хорошо? Да, он очень хорошо играет. А как? Офлайн, онлайн? Он онлайн играет и офлайн играет. Ну, это разные игра. Ну, абсолютно, он и там, и там очень неплохо играет. Надо, надо... Можно встретиться даже так. Да, нет, я очень давно не играл. Ну, 3 на 3 тоже у Максима занимает все время, поэтому, ну, это я знаю просто, что времени на что-то другое очень тяжело, тем более, когда ты игрок, это просто нереально. Ладно, вернемся к нашим вопросам. Вернемся. Вернемся. возможность у РФБ, какие-то, даже не у РФБ, а у фонда Кирленко детям, какие-то вот организовывать такие там, центры уличного баскетбола. И мы планируем, мы узнаем сейчас, какие есть площадки. Площадок много, но в Питере проблема с погодой. Поэтому нам обязательно, закрытая площадка, да. Я понимаю, что, допустим, в Воронеже, мне кажется, там, ну, это не такая важная проблема, потому что у них там летом это все очень хорошо. Слушай, ну, это лето. Ну, в Питере не так. Поэтому в Питере... Знаешь, да, почему лето такое было? Нет. Путин к гадалке приходит и говорит, сколько мне еще быть президентом? Она говорит, ну, одно лето. Он говорит, понял, лето больше не будет. Поэтому в Москве у нас первое... Сейчас вот буквально только лето, лето началось. На самом деле в Москве могу сказать, что одной из основных проблем моего детства было как раз отсутствие площадок. Сейчас площадок хорошего уровня на резине с нормальными кольцами просто огромное количество. Ты, кстати, знаешь Дмитрия Косачева, да? Да. Вот. Ты наверняка смотрел его репортажи с Лиги 33, а не со стороны. Вот. И у него сейчас новая движуха такая. Он освещает площадки Москвы. Интересно. Да, да, нет. Очень в тему, в пику. Может быть, чуть запоздавший там такой. Хотя лето, по сути, сейчас только началось, да. Но нет, очень здорово. И, к сожалению, конечно, ну ладно, не буду я в своем открытом микрофоне. Нет, третий момент еще, который задерживает развитие, это отсутствие профессиональной лиги и отсутствие у игроков, у людей, которые занимаются 3 на 3, понимание, что это уже такой же профессиональный вид спорта. То есть, если ты занимаешься 3 на 3 и собираешься заниматься, достигать каких-то результатов, то это очень тяжелая работа. Не только там физическая, да, но это постоянная готовность, это постоянный разбор. Это в идеале это серьезная конкуренция. Ну, без конкуренции никуда. То есть, как бы у нас отсутствует вот это, надо организовывать какие-то турниры, приближенные, как можно сказать, к боевым, которые проходят в Европе, в мире. Слушай, ну вот мы с тобой за кадром обсуждали, здесь, по-моему, будет, да, про Лигу 33, но вот мне кажется, вот эта топовая конкуренция важна и нужна, когда есть все-таки какой-то один-два флагмана, чтобы они тебя могли вытаскивать. Потому что, если ты варишься в своем не очень высоком уровне, то, ну, ты можешь, как бы, да, быть на пике этого уровня, но это будет все еще не совсем то. С чем бы ты мог выступить где-то? Я согласен. Ну, здесь ситуация такая, что проводить соревнования надо не только, чтобы, ну, допустим, объясняю, соревнования не только Лига 33 или, там, чемпионат Санкт-Петербурга или чемпионат Воронежа, надо организовывать турниры. Первое, на улице искать, где площадки, второе, полностью по правилам ФИБА, покрытие и так далее и тому подобное. И третье, как ты и сказал, конкуренция между топовыми командами. То есть пусть приезжает НОД, потому что это такой, я не говорю, что он топовый, это команда определенного хорошего уровня. Нет, конечно. Даже сейчас, даже в этом физическом состоянии. Да, они имеют определенную там тактику и стратегию, против которой тоже надо уметь играть, чтобы выигрывать. И организовать как раз вот эти пул команд, которая будет участвовать и играть. Но это Египет и Порто-Рико. Ну, на самом деле у меня латыши, мы на связи всегда, они готовы прислать команду. Финны тоже готовы прислать пару команд, там, в чемпионат какой-то. Если МБЛ сделает турнир. Ну, да. Ну, только в зале. В зале, вот я еще раз говорю, что в зале, там все нивелируется. Я могу сказать, что, допустим, торпеда, когда первая... А на резинке готовы играть? Еще раз говорю, что мы готовы играть и в зале, мы готовы играть и на резинке. Ситуация такая, чтобы расти и уровень свой повышать, надо играть в тех условиях, в которые ты будешь играть на чемпионат. Сто процентов. Да, поэтому так. Поэтому, допустим, мы в Питере, там, у нас корты появились, да, мы все турниры хотим сделать по правилам ФИБа. Корты, кольца, судьи, все, все, чтобы было... Сколько стоит покрытие пластиковое, которое селит? Пластиковое покрытие есть официальное, есть неофициальное. Официальное стоит полтора миллиона. Рублей? Рублей, да, официальное покрытие, площадка. И сколько оно лежит? Ну, гарантирует 15 лет. Без съема? Но зиму оно не переживет снимать? Нет, она как раз гарантирует и зиму, и все, что угодно. Они гарантируют 15 лет эксплуатации в любых условиях. Полтора миллиона рублей. То есть, по сути, можно договориться с администрацией парка, подписать долгосрочный договор, постелить им этот корт. Да. И условно иметь такую... И поставить сборную раздважную крышу. Это идеально. И, в принципе, на этих турнирах уже можно и в какой-то мере сдавать что-то такое. Можно. Полтора миллиона. Это у нас подъемный бюджет. Нет, подъемный. Еще кольцо фибовское. Допустим, у нас кольцо фибовское, оно тоже дорого стоит. Ну, очень. То есть, оно там само раскладывается по 3.05. Просто ничего. Там не надо вымерять, оно само раздвигается. Ну, стойку можно... Если знаешь, где взять... Нет, стойки можно и сзади. Но такие соревнования, они были бы идеальны. Еще, вот чем может помочь, я знаю, чем может помочь РФБ, это вести эти соревнования, и к этому надо стремиться. Я не знаю, как это еще сделать, я как раз об этом сейчас мы беседуем. Как их вести там в единый календарный план. Если их вести в единый календарный план, я уверяю, что там сразу находится по ним бюджет какой-то. Или удобно там просто по бумагам, удобно провести. Вот я точно знаю, что на соревнованиях, которые являются в едином календарном плане, Центр Олимпийской подготовки, который у нас есть, он выделяет на это деньги. Чемпионат России, Кубок России, любое соревнование, которое находится в едином календарном плане в России, это проще решение. А в чем сейчас вопрос встал? Сейчас вопрос, что не все... В едином календарном плане только турнир Чемпионата России и Кубок России. С прошлого года РФБ пошло навстречу, я очень благодарен, потому что мы об этом разговаривали. И турниры, международные турниры, я предоставил им список, и они смогли внести их в единый календарный план. То есть международный турнир в ЕКП наш? В Челленджеры, да. В Челленджеры, Москва Опен есть в ЕКП, в Челленджеры и Мастерсы, они находятся в ЕКП все. То есть участие в них уже... Если есть какой-то бюджет, местные федерации, они спокойно могут это сделать, отправить, если у них будет бюджет. У некоторых, если есть бюджет, у некоторых нет. Но если находится бюджет, они могут спокойно отправить. У нас местные федерации очень сильные. Я не знаю, я не думаю, что она слабее, чем наша Санкт-Петербургская федерация. Но я очень... Идеологически точно сильнее. А что вам дали за победу? Кубки и ПЧР. В Центролимпийской подготовке я сейчас буду... Есть, наверное, возможность какая-то, что стипендию давать игрокам, которые выиграли это. Что такое стипендия? Ежемесячная выплата? Да, ежемесячная выплата. А что, это звание какое-то человек получает? Ну, они получают... Я думал, что и вы получили звание мастера спорта. Кубок России, чемпионат России. Это соревнование, победитель которого имеет право получить звание мастера спорта. По какому виду спорта? По баскетболу. Не думаю, что это несоответствие какое-то. Не знаю, но мне кажется, что это закономерно. Но почему не мастер спорта по баскетболу 3 на 3? Не очевидно, что уже пора разделить? Но это пора разделить. И, наверное, по моему мнению, дальнейшее развитие 3 на 3 было бы быстрее, если бы была бы отдельная федерация. Либо отдельный отдел федерации. Ну, отдельная федерация, это... Я не помню, на камеру или не на камеру мне... А, нет, я вспомнил. Это мне Владимир Дичок уже объяснил. Ну, в общем, ответ нет, отдельная федерация. Ну, я тоже думал, что пляжный волейбол, пляжный футбол есть. Поэтому я не знаю, как. Либо это отдел, который будет заниматься... Слушай, ну, я думаю, что отделять сейчас это точно... Сейчас, в всяком случае, неправильно. До 2020 года точно. А вот то, что внутри должно существовать... Ну, по крайней мере, у нас... История должна быть не такая, как в 5 на 5. Да, потому что у нас в Питере как раз сейчас об этом будет разговор. О том, чтобы сделать отдельный отдел 3 на 3. Отдельный. Федерации баскетбола... Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. То есть у нас будет там 5 на 5. Страшно подумать, что будет Федерация баскетбола Москвы в связи с этим. Ну, не знаю, я думаю, что... К этому приду. Москва же сильнее. Недаром я... Ну, у вас очень хорошие игроки. Очень хорошие команды. Отсутствие опыта. Ты наговариваешь. Что должно произойти, чтобы мы догнали Европу в уровне игры? Не вижу в этом проблемы, честно. Это... Как только команды начнут получать мировой опыт, я думаю, что уровень игры у нас повысится. И как только мы придем к тому, что у нас будет участвовать, ну, команды будут участвовать в более серьезных соревнованиях, сразу у нас будет... Это что, те, кто есть, лучше заиграют? Да, те, кто есть, лучше. Или молодежь откуда-то появится? И молодежь тоже. И молодежь, потому что надо привлекать молодежь. Вот как раз профессиональные чемпионаты, профессиональные, которые проходят игры, да, профессиональные турниры. Обязательно надо привлекать молодежь для того, чтобы смотреть там, искать там, начинать надо снизу. Кого сейчас из молодых можешь выделить? Ну, мне нравится Шевцов. Как Шевцов? Он играл в сборную. Он играл в сборную. Это какой год рождения? Чтобы понимать. 90. Это старше, чем 92 или младше? Ну, нет, младше. 19. Ну, 19. Да. Ну, в общем, есть. Есть, есть. Есть. Есть, нет, есть ребята, есть ребята, которые играют, им надо показать. В прошлом году я ездил со сборной, которая выиграла РФБ Довал Шанс, они выиграли командой. Они приехали туда не готовыми просто, ну, реально не готовыми. Они первый день там, мы просто объяснили ситуацию, ну, рассказали на пальцах, можно сказать, просто так. И они очень достойно сыграли. Они сыграли, два очка, по-моему, проиграли румынам, которые стали там чемпионами или второе место заняли. То есть, просто надо заниматься, надо играть, надо делать турниры даже для них. Смотреть на детей. Не, не даже для них, а в особенности. В особенности. Ну, я как бы занимаюсь больше профессиональным 3 на 3, поэтому здесь мы проводим турниры, как раз мы смотрим, чтобы привлекать их. Начать привлекать. Знаешь что, я вот на этих выходных переписывался с тренером женской сборной России, Ю-18. Они как раз играли, они отобрались на Евро. Да, да, да. Вот, и, но проиграли с Панком. И вот, ну, и я тоже и с ним переписывался, и бросилось в глаза, что очень, очень все молодые индивидуально играли. Очень индивидуально. То есть, это как раз стандартных комбинаций, да, вот катов, вот этих бэкдоров, вот этих обозначений заслонных с провалами, то есть, каких-то вот широкой игры, там, неравноценных смен практически нет. Я могу объяснить, я очень хорошо отношусь к Ирцепетрову, тренер молодежной сборной, по 3 на 3 сейчас. Ну, я про другого тренера сейчас говорю. Нет, я понял, нет, мы с ним были как раз в прошлом году, позапрошлом году, нет, в прошлом году мы были с ним как раз на отборочную, он тоже с девочками был. Как раз не поставлено, потому что 3 на 3, 5 на 5, ну, это просто, если кто-то не понимает. Ну, разные виды спорта. Абсолютно, абсолютно. Это как пляжный волейбол и классический волейбол. Поэтому тут надо вникать, понимать, объяснять. Я думаю, что только из-за этого вот сейчас ситуация такая с молодежью. В общем, конкуренция будет, победы придут. Я думаю, что да. Окей. Следующий вопрос. Кто бы мог заменить Зимарина на посту тренера сборной России по 3 на 3? Как вам работа главным менеджером сборной? Что получилось, что нет? Результат на чемпионате мира и чемпионате Европы закономерный? Итак, кто бы мог заменить Зимарина на посту тренера сборной России? Провокационный вопрос. Я работаю с Максимом. Может, Максим спрашивает. Помимо того, как писал мне ответ, спрошу-ка я. Не, но не от Максима вопрос. Не знаю. Может, Михаил Гюнтер. Но почему? Опыт большой. Сейчас где-то Миша икнул. По дороге из Владимира в Москву. Правда, говорю, что на данный момент я не знаю. Объясню, почему. Даже совсем разный склад характера. Я не скажу, что там это с долей иронии. Нет. Еще раз говорю, что у Миши большой опыт. Я не знаю, как он будет в роли тренера. Потому что опыт у него большой. Это да. Возможно, он очень многое дал бы индивидуально игрокам. Ну, в принципе. Что касается Максима. У Максима много. Он хорошо понимает дискетбол. Ну, просто есть такие люди, которые, может быть, сами не заиграли, но очень хорошо понимают эту игру. Что касаемо 3 на 3, он очень хорошо знает это. Потому что он начинал еще там с Лисичкиным. Они начинали детские турниры выигрывали. И все никак не заканчивают. И все никак не заканчивают, да. Но на самом деле в этом году я попросил Максима играть. Потому что для меня, когда он на площадке, команда играет по-другому. Судя по тренерству, не знаю, если появится международный опыт, очень много решает. Поэтому, когда люди будут ездить, у них будут появляться идеи какие-то другие. Много будут не только как бы рассматривать, анализировать игры. На данный момент просто я не знаю еще, кто сильнее именно в 3 на 3. В понимании игры. В понимании игры, да. В понимании игры. Так, ну вот там мы с тобой тоже говорили. То есть ни для кого не секрет, что Коршунов, да, он имеет непосредственное отношение к тренерскому штабу сборной России. Ну, Женя мог бы. Нет, Женя мог бы. Женя мог бы. У него есть интересные определенные моменты, которые он выносит в игру. И вот, допустим, Максим не был на чемпионате России, он уехал, да. И, в принципе, команда готова Женя и я. Команда выиграла. Ты сам готов? Думаю, что нет. Почему? Ну, это очень большая ответственность. На менеджере что, она меньше? Нет, на менеджере тоже большая. Но здесь решение. Максим же тоже часто говорил, что тут необходимы еще определенные, ну, под схему определенные игроки. Вот. И каждый раз, кроме, да даже и в Баку, когда были, да, там есть определенные условия, которые мы не могли обойти. Наверное, я дальше потом об этом скажу. Вот. Тут очень много зависит от игроков. И от степени их подготовки. И от возможности их готовить. Идеальные условия были в Баку, когда мы были на сборах 28 дней. Когда тренерский штаб может расписать всю и подготовить команду, независимо от того, в каком уровне она, ну, в физическом подготовке. А как получилось, что вы перед чемпионатом мира, я так понял, готовились, сколько там? Семь дней. Он написал, он, по-моему, шесть написал или... Ну, мы готовились мало. Мы готовились мало. Что так получилось? Ну, такие возможности... Такая вот... Такая возможность... Такое финансирование было такое, урезанное? Или что? Или люди не могли... Нет, наверное, на сборы было положено, там, ну, финансирование какое-то было. Нет, ну, ты сейчас говоришь, наверное, это я могу сказать, наверное, ты знаешь, это точно. Ты знаешь точную сумму. Да, я знаю точную сумму. Вот. Ну, это... Ну, то есть, условно, там, две недели вы не могли себе позволить? Да, две недели мы не могли позволить. А сколько человек было, вот, в горячем ростере? Нет, в горячем ростере было человек 15. Давайте я сразу поясню, чтобы, потому что очень много вопросов возникает. По правилам ФИБО, сборная России, сборные подаются, по-моему, за три месяца. Составы сборной подаются то ли за три месяца, то ли за два месяца. А травмы, если... Поменять можно только двух человек после этого. В Баку, когда были, возможно было поменять одного человека. Здесь уже нам это очень не нравится, категорически. Мы делали, ну, наше мнение, тут не мнение, тут правило ФИБО, к сожалению. Мы подстраиваемся под них. Поэтому мы можем поменять двух человек. Кто те двое, кто был уже сразу в сборной? Был Логутин и был Александров. То есть это два, собственно говоря, столпа, вокруг которых вы строили. То есть вы понимали, что их вы не будете менять, то есть остальные два места вакантные. Такая ситуация. Ну, в этот, вот на данный момент это было так. А вот эти 15 человек, ну, 13 человек, они знали об этом изначально? Что Логутин и Александров не... Что два человека? Да. Что, по сути, они борются не за четыре места, а за два. Нет, не знали. Вот это, наверное, для всех, я как бы говорю, это вот впервые. Нет, ну, это так. Па-па-па-па, фум. Нет, ну, мы для этого и собрались с тобой. Да, хорошо. Ну, это действительно, потому что ситуация такая, потому что понимают, все говорят, почему эти попали или не эти попали. Как бы, еще раз говорю, что прерогатива главного тренера – определять состав. Вот и все. Нет, ну, если ты сейчас называешь Логутина и Александрова, то остальных двоих ты уже, ну, некий пласт игроков, ты уже моментально отрезаешь сразу. Ну, потому что тебе не нужен второй Леопольд, условно, да? То есть тебе не нужен человек... Нужен второй Леопольд. Второй Леопольд. Нужен второй Леопольд. Два Леопольда, я бы согласился, честно говоря. И два Ильи. Илья очень... Я бы, ну, по моему мнению, да, Илья должен во многом прибавить в одном, там, ну, много вопросов с Ильей, но пока решаются. У него сейчас шестая молодость начнется, и он прибавит. Я думаю, что в 3 на 3, ну, как играет, и до 42, и до 30. Ну, Кунц, ты смотри, выходит, умирает, а через каждые 30 секунд меняется. 44 года ему. Нет, а Саймон Фишгард, да, 36 или 37 лет ему, да? Фишгард очень хорошая игра. Очень. Да, но, кстати, видно уже моторчик. Да, да. Моторчик тормозится. У него, у Овника, башка думает, но уже... Ну, они очень, очень умно играют. За счет этого они как раз на... Как команду тюленей. Ну, это вообще, кстати, любимая команда Максима Зимарина. Настолько умная команда. Да, невозможно. Такие игроки посмотришь, никогда не подумаешь, что там... Думаешь, ну, разобрать легко, но настолько умно играют. Можно, можно. Мы смотрели, как украинцы их победили. А вот кто тебе из топовых команд наименее симпатичен? Я сейчас про клубы. Я сейчас объясню. Я, по-моему, вчера или позавчера со старым созванивался. У меня там был вопрос по Латвии. И я с Геной Суровцем созвонился. Он мне там объяснил, собственно говоря, как устроен мир. Вот. И как раз, ну, что-то со старым позвонил. Я что-то вышел из кабинета, там, и ла-ла-ла. И с ним разболтались. И как раз обсудили финал в Праге. Да, и вот эту замену, которую Любляна сделала, да, что стали слабее, да, но, как бы, и уже сами так они, конечно, это. Вот. И старый говорит, говорит, самая ненавистная у меня команда – это Любляна. Это анти-3 на 3. Это супер-анти-3 на 3. И почему эти старики бьются с мега-крутым новым садом в финале? Ну, они бьются, во-первых, в финале. Это да. Да. Во-вторых, Любляна, она ездит на все турниры, их везде приглашают. Везде. Просто эта команда, которая приглашает везде. Она играет каждый выходной. Популярно. В Малайзии они вообще там приезжают за несколько дней, там ездят и боготворят. Там крики и вопли, они там мастер-классы показывают. Мастер-классы? Мастер-классы делают там с детьми, приходят. Это очень популярная команда, возможно, для организаторов. И можно как угодно к ней относиться, но она играет на мастерсах, она играет на всех челленджерах. Слушай, ну все старикашки, глядя на Кунца, думают, блин, я тоже могу. Я вот сейчас глядя на Кунца, слушай, я могу еще прибавить. Это надо выйти. К 50 выйти на пик. Нет, мне не нравилась команда, честно скажу, мне не нравится команда Румынии. Ну, в старом составе, на которой сейчас. Вот мне вот она... А это ужасно. Вот, для меня это была самая команда, которая вообще не понимала, как они играют, что, зачем. Ну, они сейчас сделали все очень просто. У них кто победил вот в прошлом году на молодежном чемпионате, на сейчас, на чемпионате, ну, на отборе на чемпионат Европы, они приехали играть. Я посмотрел, это тот же состав. Они молодых растят, которые играют. Ну, там такие молодые, такие рослые, что уже как взрослые ребята. Не наш метод? На данном этапе нет. На данном этапе точно нет. Я в этом убежден. Ладно, значит, вернемся к написанному. Значит, Зимарина... Пока бы не поменял. На данный момент. Ну, меняешь не ты, поэтому... Ну, моё мнение, как бы, ну, не знаю, Евгений справился, я думаю. Ну, у него авторитет, у игроков очень серьезный. Ну, это много очень... Вообще, в любой сборной, как бы, серьезный авторитет тренера, это всегда большой плюс. Отвечемся, ты был на финале Кубка Кондрашина и Белова? Нет, к сожалению, я был в командировке. Как тебе результат, по-моему? Ну, результат... Результат плачевный, конечно. Ну, мы сыграли... У Израиля очень слабое поколение. Я сейчас еще раз говорю, что... Поэтому более-менее организованная команда, она победила наших звезд, которые... Ну, которые везде раскручиваются и везде... Извиняюсь. Кто, звезды он? Да. Ну, у нас Швед, Мозгов. Не понял. Наши звезды? Ну, как, ну, давай так, ну, слушай, ну, давай я тебя звездой назову, ты сейчас этой звездой будешь? Нет, ну... Ты можешь, кстати, больше звездой будешь. Я хочу сказать, что РФБ, в чем она сейчас прибавляет... Прибавила, не прибавляет, а прибавила очень сильно с приходом Кириленко. Это информационная составляющая. Намного. Есть, да, динамика 100% положительная. Да, там, телевидение, там, везде, там, социальные сети, и это раскручивается очень сильно. И это тоже показатель, один из показателей для 3 на 3, почему. Вот, и команда вот эта, она сильно индивидуально, возможно. Ну, по именам. Хорошая оговорка. Возможно, ну, хорошо, ну, я считаю, что там сильные игроки индивидуальные. Вот, но они выиграли у не самой сильной команды, но организованной. И это, ну, немножко, там, пугает. Может быть, только становление идет или еще что-то. Ну, для меня, ну, показатель будет вот чемпионат Европы. Большой показатель будет. Если команда выступит успешно, а все предпосылки, ну, допустим, РФБ все сделал для этого, я считаю. То есть, там, большие сборы, товарищеские матчи, там, везде, там, поездки с соперниками. На Баскет Экспо их презентовали или смотрели. Ну, нет, я вообще считаю, что это правильно. Это со сарказмом. Нет, нет, нет. Я считаю, что это правильно. Это правильно. Ну, тут же минус, который, вот я честно говорю, что я смотрел перед Баскет Экспо интервью Андрея Кириленко. Я расстроился, что он не сказал про чемпионат России по 3 на 3. Ну, расстроился. И на чемпионате России 3 на 3, в принципе, это был главная составляющая первого дня Баскет Экспо. А вот. Ну, просто еще несерьезно относится, я не знаю, относится как-то так. Мне один фанат Баскетом сказал, что ему очень сильно, ну, Баскетбол 3 на 3, очень сильно не понравился момент на Москоупен. Была единственная команда, представляющая как раз в том числе и северную столицу, да, с зиловскими вкраплениями, назовем так, да? Ну, да. Которая вышла в четвертьфинал. И Андрей, Антон и Наталья в канун игры ушли с трибуна. Он говорит, ну, этот человек, он говорит, говорит, Лёх, вот, говорит, я не понял. Ну, то есть это было прям. Я сидел тоже очень близко к этому. Реально ушли? Я не думаю, что они ушли специально. Да, нет, они просто не придавали этому значения. Так получилось, да. Нет, если бы они как раз придавали этому значения, они бы не ушли. Да, я думаю, что это просто стечение обстоятельств каких-то. Так получилось, ну, кто-то вот... Горячие принесли. Я хочу сказать, что это только знали, ну, некоторые, да, кто там был. Но сейчас там больше узнают. Но ничего, это, я думаю, что... Не понял, как это? Ты сидишь, смотришь на соревнования и не понимаешь, что сейчас будет играть единственная команда из России, которая осталась в мире. Я думаю, что они не знали. Нет, они не знали. Но как раз я говорю, что это подтверждение твоих слов о том, что они несерьезно относились к этому. Не думаю, честно. Я думаю, что они не знали. Знали бы это, что одна команда... Блин, ну там же ведущие были. Ну, слушай, ну ладно, я сейчас не то, что... Информационные сообщили, но бывает, бывают какие-то накладки. Ведущие виноваты? Не ведущие, нет, не ведущие. Там должны были подсказать организаторы. Ведущие, они занимаются тем, что они ведут. То, что они пришли на этот турнир, вот это здорово. Это здорово вообще, это супер здорово. То есть, ну, я бы еще хотел, допустим, чтобы они на чемпионат России по три... Ну, не только Москопа. Москопа, он очень сильный турнир. Если бы они пришли и были бы на финале чемпионата России по стритболу, это было бы намного круче, чем вообще посещение Москопа. Я тоже надеюсь. Это несопоставимо, потому что здесь те, кто в тебя верят. А ребята, которые приехали на Москопа, ну, они знают, кто такой Андрей Кириленко, Наталья Галкина, Антон Бесфамильный, может быть. Ну, вам, кто Андрей Кириленко, они знают. Но им... Короче, нашим ребятам, кто играл на ФЧРе, было бы намного более важно. Конечно. Круто. Я думаю, что на следующий раз, там, как бы... Ну, это доносит же. Это доносит. Вот они сделают, там, какое-то себе время, когда они выступят, смогут выступить или прийти. Это, конечно же, очень здорово. Финал России, там, все проходит рядом с ними. Как вам работа менеджером сборной? Что получилось, что нет? Работа... Работа интересна. Мне нравится, в принципе, я к этому шел, когда занимался командой, да... Огнезащитой. Огнезащитой, да. Когда я занимался огнезащитой, то максимальный уровень, к которому можно выйти, да, это вывести свою команду, вот, и работать со сборной. Я к этому шел, я очень рад, что я поработал, да, и три года, да. Ну, кто не знает, мы сейчас, да, ну, можем и огласить, что ты более не главный, генеральный менеджер? Ну, еще раз говорю, там... Ну, или менеджер сборной, как там? Тут вопрос, да, тут вопрос, как бы... То есть, ты три года не понимал, генеральный ты или менеджер? Допустим, первый год я точно был не генеральным менеджером, даже не менеджером. Я был вторым тренером, ну, занимался как раз, ну, вещами, которые обеспечивали всю эту подготовку. Тоже было на следующий год, вот, второй год, когда мы уже все занимались, в принципе, там очень много... Мы работаем командой, и это немножко облегчает, да, там, какие-то решения можно совместно принять, да, там, которые... Там, по приглашению игроков, да, по месту тренировок, где она будет проходить, по месту сборов, да, не сам ты думаешь, да, мы просто прикидываем, где удобнее было, да, и дальше ты уже работаешь. Вот, ну, мы закончили этот сезон, этот цикл, да, и, ну, по-честному, да, я могу сказать, что на данный момент, я надеюсь, что на данный момент, да, в моих услугах, честно, не нуждаюсь. То есть, мне об этом сказали, а вот, поэтому, да. А кто сказал? Мне сказал Олег Ушаков, человек, который занимается, да. А он, вот, я сам, ну, лично, да, так вот, несколько раз не виделся там, привет, пока, и, может быть, какое-то количество раз пересекался, когда он был в стритбаскете, да, вот. Да, да. Он генеральный менеджер сборной 5 на 5, и это как бы автоматически... Нет, 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 он не генеральный менеджер, он, я так понимаю, что он человек, который отвечает за все сборные по баскетболу. То есть, условно, там и дети... Дети, все, все, за все, он за все отвечает, как бы у него много работы, а вот, ну, по 3 на 3, я думаю, что, может быть, я что-то смогу больше сказать, да, после того, как я с ним переговорил по всем вопросам. Тогда сейчас эту тему, да, пока не будет? Да, по этому тему, да, я хотел бы, чтобы с ним сначала решить все вопросы. У меня есть, сам понимаешь, несколько вопросов, но, ладно. Что не получилось? Не получилось, мы не выиграли. Чемпионат мира и чемпионат Европы? Да. Ну, по крайней мере, хорошо, я скажу не то, чтобы мы не выиграли, мы не играли в финале, я бы так сказал. Вы могли лучше, да? Да. Все для этого было, но... Мы могли лучше, нет, все для этого, все для этого не было. Мы не смогли пригласить, пополнить ряды сборной, да, игроками, которые мы хотели, чтобы они играли. Не по нашей вине. То есть мы предложили на данный момент там, ну, поставлять всем сильнейшим, которые, на наш взгляд, на наш взгляд, которые должны были попробовать и играть. Назови одного. Павлов. Ну, он был в сборной какой-то перед временем. Он был очень много в сборной. Нет, ну, я сейчас говорю о том, что, давай, вот за все время... 13, 14, 15 годов. За все время того, как ты был в сборной, да, когда ты имел прямое отношение к комплектованию состава, кого бы ты хотел видеть в сборной, ну, одного-двух, но кто так и не попал туда? В топ. Ну, я говорю, что вот Павлов... Не, ну, Павлов был, мы разобрались уже. Кто так и не попал в сборную. Кто не попал... Кого бы ты очень хотел, Зимарин очень бы хотел, Коршников хотел. Ну, хорошо, я бы хотел посмотреть, там, Панкрашова. Панкрашова? Ну, в которых, там, в прошлом... Ну, Панкрашова прошлого сезона, вот так. То есть, травмы какие-то были, ну, по крайней мере, посмотреть. Я бы хотел, чтобы Кощеев, там, посмотрел. Ну, я не беру из ЦСКА, допустим. Для меня, вот я бы очень хотел, чтобы там поиграл Курбанов. Для меня, как бы... Ну, это очевидно, да. Для меня, как бы, все. Человек, там, с броском, с хорошим физическим данным. Ну, в принципе, это, смотри. Ну, из всех, кто... Кощеева предлагали... Панкрашова предлагали. Панкрашова предлагали. Павлова предлагали. Да. Курбанова нет. Причем? Ну, не знаю, вот это действительно, наверное... Смелость не хотел? Да, я думаю, что да. Настолько было... Алло, Никит. Нет, настолько, как бы, не обескуратилось. Да, я понял ответы вот этих профессионалов. Сапсан через 40 минут. Ленинградский вокзал. Машина у подъезда. Я думаю, что нет. Я думаю, что они бы, если бы приехали, то только попробовать именно на чемпионат мира. Вот так. Или на чемпионат Европы. Но это невозможно. Так. Я считаю, что мы хотя бы не играли в финале. Для этого было... Ну, допустим, на чемпионате мира, там, мое видение, было немножко другое. Но даже с тем составом, который вот поехал, это было реально сделать. Чемпионат мира? Чемпионат мира. Играть в финале. Там, где Крюков и там, где Федосов. Крюков, Федосов, Александров и Лео. Этот Александров и этот Леопольд. Играть в финале мира. Да, я думаю, что там было возможно. Слушай, ну окей, ладно. Это было возможно. Да нет, возможно было, как бы... Ну тогда не получилось. Ну хорошо, там поехал Василий, потому что не смог поехать Антон. У него на тот момент не было паспорта. Ты читал по поводу Порте, Рико и Египта ответ Максима? Вот в этой нашей переписке в группе МБЛ. Не читал? Нет. По поводу, что это сильные команды, которые были, чтобы... Ну, что Василий был, да. Еще раз говорю, что это после того, как Антон... Мы ждали этого до последнего. Я ждал до последнего, когда Антон даст паспорт. Мы все там уже договорились с визами, чтобы сделали там все. Мы ждали до последнего дня, предпоследний день, когда можно было это все сделать. Он ездил в Москву. И я уже получил опруф, что он может играть за сборную. Ну, спасибо большое, это здорово. Очень же так получилось. Мне это много чего стоило. Ну, я понимаю. Ну, я имею в виду, естественно, не финансов. Да, я сейчас же говорю, что будь Антон на чемпионате мира, сыграй на чемпионате мира, я думаю, что на чемпионате Европы 99% результат был бы намного выше. Ну, его игра была бы совершенно другая. Все, он как бы с каждой игрой прибавлял на чемпионате Европы. С каждой игрой он прибавлял. Я звонил после каждой игры, мы разговаривали, переписывались, что и как. В смысле, тебя не было на чемпионате Европы? Да, на чемпионате Европы меня не было. Почему? Ну, потому что уже было принято решение. А, то есть ты был после мира, да, что называется? нет я был я доработал циклы подготовки то есть это как дочь до поездки до чемпионата европы ну окей ладно результат на чемпионате мира и чемпионате европы закономерный нет вместо должно было быть выжда подготовка все было разобрано игроки соперники были разобраны ну я имею ввиду что игра не получилось ну как бы своя игра не получилось я даже могу сказать где в атаке не получилось своя игра в атаке на чемпионате мира или чемпионате европы было лучше но у меня лично у меня там у меня много есть вопросов там и претензий там как определенным момент хорошо ладно едем дальше третий вопрос считаете ли что при формировании кандидата в сборную используется принцип кумовства как с этим бороться если игрок является очевидным кандидатом в сборную ему обязательно играть за питер один и так далее вы как и зимарин считаете что гюнтер слабо играет в защите в прошлом году его не было в расширенном составе сборной это правильное решение и так потихонечку считаете ли вы что при формировании кандидата в сборной используется принцип кумовства нет считаю что это неправильно потому что мы рассматриваем все кандидат всех кандидатов честно скажу что я либо смотрю игры именно три на три до либо езжу на эти игры и смотрю игроков которые потенциально могут в эту сборную попасть принц и так складывается что те кто были все эти годы вот когда ты был менеджером ну был принимал участие в формировании состава что те кто был и в расширенном списке и в окончательном списке это действительно вот такой расклад сил то есть там были всегда самые сильные люди либо нет лучший спарринг партнеры либо лучшие кто даст лучшую подготовку как то вот так нет я считаю что это не так наверное только четырнадцатый год когда когда мы выиграли баку принцип формирования там состава был из того что на данный момент на тот момент пригласили три команды которые самые успешные в россии выступили то есть они все попали на мастерс кто-то где-то выиграл какие-то турниры и попали на мастерс а вот это тогда я звонил и разговаривал с игроками там всем же там полчевым разговаривал с я просил бориса логачева чтобы он попал в сборную сбор хотя бы посмотреть что в расширенность даже не думаем расширенный список а именно приехал тренироваться не всегда расширенный список совпадает с теми людьми которые приглашаются на сбор а вот это что касается сверх расширенность и сверх расширенный список он есть вот что касается кумовства я так не считаю опять же я рассматриваю все варианты даже когда я кого-то не вижу тот же старый допустим не звонит и говорит посмотри иногда у нас совпадает что я уже видел это и говорю что так и так то есть я ко всем прислушиваюсь что-то смотрим до кого-то о лиге втб даже смотрим как играет или кто кто уже играл как-то ну например пичкуров до играл на прошлом москва по ней глупо его не рассматривайте когда ним не спросить его потому что может быть он там не не очень что-то смотрелся но потенциал очевиден до что он этим этим бы занялся если еще раз говорю что тут вопрос том что кто очень большой больше большой очень такой аспект который по принятию решения это участие игроков не только в 3 на 3 ну здесь но и международных турнирах если он не участвует на турнирах но мы видим там серьезный потенциал который мы можем реализовать в этот короткий промежуток времени то тогда как бы это однозначно да что касается михаила гюнтера я вот мы с тобой уже разговаривали я сказал что давно удалось чуть перескочим хорошо сейчас я тогда про мишу скажу я приезжал смотрел я говорила миша говорил максиму мы с ним разговаривали по поводу и с мишей мы разговаривали по поводу стопроцентного расширенного состава да но принято такое было решение что после двух турниров до что миша не то что он не может попасть в расширенный состав но приглашаем мишу это значит он должен понимать что ну пока не понимаю что он будет в составе не приглашать его но приглашая что он не будет составе это было для нас как-то неправильно почему ну а что миша нормально не воспримет если он на тренировочном процессе возможно если его кто-то вытеснит состава по делу нет хорошо возможно в этом у нас было неправильно у меня было неправильное решение что мы просто не пригласили спарринг но ну я щас извини перебью ты представляешь как бы гюнтер даже баб ну то есть ты понимаешь там где то что ты его уже типа так не особо берешь но если он верит в то что ты его берешь ты представляешь как сильно о что он как много он даст на тренировках я понимаю миша сильный игрок и в три на три индивидуально очень силен вопрос у миши у нас вопрос был один по его падающей гашетки давай называть хорошо да он очень хороший игрок на тот момент был вообще как бы был кандидатом реальный конято сборно но испытывать судьбу до брать его сборную и все время переживать а вот этот момент да из-за которого в принципе там были проблемы в четырнадцатом году у них вот никто на себя не взял смелость такую хорошо мы с тобой вот тоже за кадром проводили параллели я не вижу как бы препятствие там это гласить но вот согласись что и миша и илья они очень похожи в этом плане похожи про александрова я похожи илья до илья то есть терпение илья и миша они одинаковы если в команду брать надо брать только одного потом объясняет такая объяснять ситуация когда наши играли в тринадцатом году и заняли третье место вот да я думаю что вряд ли для кого-то секрет что третье место это заняли исключительно из-за того что перри перетасовали правило то есть ребята выходит чемпионате мира выходит из группы две команды на чемпионате мира в москве административный ресурс сказал что давайте не две команды выйдут ну то есть не выход не выходит не с одной четвертой финала а будут выходить с одной восьмой первый раз ну вот видишь как интересно это кто так придумал ну не могу сказать вот так приняли везде было как бы две команды то есть что наша команда на предварительной этапе согласно не очень хорошо и заняли по моему третье место в группе в группе да они не они не попадали они не попадали финальную часть плыву потому что выходит только две команды поэтому москве переиграли ну неважно я хочу сказать что когда они дальше играли мне очень понравилось как красивый камер я пошел вообще ну вот такая ситуация еще раз говоришь и когда тогда играли ребята там играл я приехал болеть мы приехали на машине болеть мунистров москва александров играли илья илья миша и кость и когда саша там просился на замену сказали сиди никто не хотел меняться понимаешь то есть они играли только когда там павлов играл там минуты три максимум то есть когда только кто-то умирал на чуть-чуть его выпускали хотя в принципе там павлов должен был основным это рулил процесс по моему ну рыло по моему тогда да когда был тренер мы разговаривали когда перед злополучным чемпионатом европы извини я не могу мы просто я хочу что это еще раз произнес то есть был какой-то спортивный чиновник видимо местный обладающий вот такие возможностью сказать что чемпионат мира сейчас вот тогда это на ходу чемпионата мира мы делаем стадию 1 8 хотя изначально все было распланировано что одна четвертая на переварить это мне ну я это сейчас на фоновом режиме не вообще конечно как-то говорится ловкость рук и тут я честно говоря рад что так получилось потому что ребята скачали для болельщиков да бронзу взяли да они это не могли сербов обыграть они могли они играли очень на второй день там на третий день играли очень хорошо на 3 мне очень нравилось мы там болели они играли просто с душой там неважно там каждый играл просто отдавался до конца поэтому наличие для меня и для системы которая была сборной наличие двух игроков такого плана она не совместима была а сейчас илья меняется он вынужден он у него есть у него есть то что было раньше мы стараемся как-то это компенсировать и иногда это за счетом других игроков происходит ну которые на площадке это да ну как бы много видели же что происходило и еще очень сильный фактор конечно это жара у нас сожалению нет такой жары при подготовке где все турниры про ипсунду выезжать ну на сборку либо так ну когда был перед баку честно говоря нам очень повезло там стоял там невыносимая жара тогда москве мы занимались душном зале там было 30 с лишним градусов там все со всех текло как бы это оказалось это решающим что они были физически готовы ну одном из решающих они физически готовы лучше все поэтому вопрос ну здесь этого нет вообще какими видами допинга ширяются спортсмен 3 на 3 есть допинг контроль есть допинг контроль начиная стоящий настоящий начиная с баку то есть извиняюсь вы кровь моча до кровь моча да и на данный момент сейчас но мы проводим очень большую работу в этом в плане потому что играть турниры это очень тяжело особенно перелеты у нас получаются длительные все азия там малайзия китай это все очень долго за счет еще того что мы не можем всегда так вы открываете курсы что скрывает вот ребята же курсят наверняка к нет как нет нет они все что можно разрешено да как бы доктора у нас которые работают в сопи которые все это смотрят да они все это контролирует потому что но потом не очень хочется то есть леопольд не на мельдоне нет никто не на мельдоне нет но вот у нас сейчас очень хорошо что у нас работа там нашего пиар-менеджера очень серьезная прошла что у нас там фитнес-бар который даты фитнес-бар сеть сеть магазинов не фитнес до который по всей стране они спонсируют сейчас команду цопа и команду санкт-петербург они предоставляют все необходимые изотоники там все необходимые разрешенные препараты потому что это обязательным обязательное условие для подготовки спортсменов цопа и спортсменов сборной для соревнований мы это везде но у нас тоже сейчас эта история она даже знаешь как бы но мы тоже за кадром обсуждали что дай бог что называется да вот если мы получим финансирование у меня уже дошивать впереди паровоза есть там некоторые предпосылки взаимодействия там роснефть она не мешает бренды но есть хорошие коммерческие интересные истории до который можно нет нет да и можно совмещать с разрешением безусловно и вот нет тоже есть оружие нет это здорово не это в обязательном порядке то есть когда ты будешь ездить и готовится я даже могу сказать что готовится к 3 на 3 это намного тяжелее чем 5 на 5 нет это возможно и спортивное питание обязательно и отдых там это все все очень определенные такие вещи вы как и зимарин считаете что гюнтер слабо играет защите но это не самая сильная сторона миша ну серьезно какая у миши сильнее страна сильнее сторона это игра в 11 в 1 и все-таки там у него хороший баскетбольный интеллект он иногда игроки которые играют с ним иногда не все не всегда его понимают он иногда видит быстрое принятие решения на площадке 3 на 3 очень важно и миша этом обладает так что я считаю так но по крайней мере то что я понимаю что ты говоришь но я согласен с тем что миша хорошо сечет поляну но вот именно выделить это вот именно в такую топость я не говорю топость я говорю что допустим здесь он лучше чем защитить ну сейчас как бы не сейчас вот прям сейчас там не берем то есть это бить мы берем что было что игра на почве или давайте мы смирим что то что был миша если он проигрывает как-то проигрывает единоборство да он не делает это мягко или там просто просто фалом он может это сделать там с техническим с неспортивным фалом это мне всегда пугал то есть он не может ему как это пугает людей против кого он совершает эти фалы ну я просто говорю что эта ситуация такая это кто будет на международную на международную поеду это сразу там не спортивный и 2 дисквалифицирующий он не доиграет просто турнир это всегда пугало вот и все в прошлом году его не было в расширенном составе сборной это правильное решение ты сказал что было принято решение его отсюда да он был мы сможем огласить сейчас кто принял окончательно это решение или это неправильно ну давайте это тренерский штаб чтобы это понятно но это не совсем хорошо мы не будем но это назовем твой человека тренерским штабом хорошо если игрок является очевидным кандидатом сборной ему обязательно играть за 5 раз абсолютно нет нет но желать нет этому это уже мои желания чтобы почему питер один команда питер один это команда которая на данный момент имеет возможность получить опыт на международных турнирах вот и все потому что иметь хорошую историю с фиба не то что даже по результатам не хоро ну мы назовем это хорошую историю по результатам хорошо про результаты чуть дальше прошли так следующий вопрос расскажите свое видение дальнейшего развития дел в отечественном 3 на 3 плохой и хороший сценарий то как дело обстоит сейчас стоит ли нам ждать перемен если да то от кого они должны исходить плохой хороший сценарий вот давай плохой сценарий плохой вообще них а честно говоря что плохой вообще не хочу даже рассматривать потому что этим занимаюсь это но если я рассматриваю плохой сценарий ну правда тогда все займешься бомбинтону не знаю нет я начал играть там 17 лет баскетбол сволочу это вообще да просто смотрел там мимо шоу мяч попал так нет случайно я просто увидел как тренируется спартак кондрашина и вот и все поэтому не хочу рассматривать я столько отдал место так это интересность рисуем идеалистическую картину самый хороший самый хороший сценарий рфб 1 потому что у нас голова да существует отдел по три на три которые всячески помогает изыскивает как и с точки зрения работы с фиба возможности отправки команд возможности получения каких-то там турниров у себя до мастерса проведения здесь мастерса да ну выделение понять что выделение средств возможно поведение мастерса возможность проведения чемпионата европы чемпионата мира потому что это автоматически сборная попадает сюда без отборов ну какой-то хорошо всегда и для развития мы с тобой тем более сейчас обсудили тоже за кадром что мастерс стал дешевле возможно сделать несколько челленджеров возможно и не только в москве да да со стороны рфб как бы плановерная серьезная работа глава по-твоему сейчас из тех кого ты знаешь ну если этим займется антон без фамилии не захочет вот это делать я думаю с продолжим у него такой плац у него у него да у него даме он может объясняю под сергей грудь может потянет потянет если он если вот это один нет я думаю что надо будет команда надо будет команду думаю что команда это будет из москвы а вот имея я еще раз говорю что работая взаима региональные представители взаимодействие там какие-то конференции там раз полгода или раз три месяца там определение каких-то планов все продейские семинары в 3 в обязательном в обязательном порядке плюс еще и честно говорю что я очень завидую тому что в москве уже четыре судьи фиба 4 а вот а в питере ни одного нет и я прошу не только там на семинары прошу дать лицензии написать ходатайство о том чтобы и в питере появились эти судьи они должны такие же быть судьи везде я не знаю всего механизма нас наверняка я все знаю я знаю механизм да поэтому еще раз говорю что ты такая белая зависть и я хочу продвинуть здесь потому что это очень помогает очень привлечение этих судей которые судят это совсем другой сразу другой уровне игры все это приближенно все хорошо по со стороны остальных да ну такое же там рвение допустим если такие же найдутся люди там как я но в принципе которые так любите которые хотят так сделать чтобы повернуться еще там какие-то спонсоры найдутся к этому более серьезное отношение такое что команд в принципе да чтобы команды могли повышать свой уровень чтобы могли развивать с детей детские какие-то чемпионаты проводить в обязательном порядке ну и конечно профессиональная лига все иначе никак профессионально как при клубах будут созданы клубы можно там не знаю это не такие большие деньги по сравнению с чемпионатами с другими лигами ртб надо рассмотреть я думаю что она рассмотрит этот вопрос с какими-то взносами там еще что-то но это вариант это хороший вариант как по-твоему игрок прав из 5 на 5 здесь должен мой нет не должен мочь я считаю что нет это убивает любителей срачного потому что ну берут просто игрока профа да он сыграет и не факт что он сразу даст результат я думаю что должно быть как и будет как допустим с пляжным волейболом профессиональный игрок должен не играть два сезона там до допустим потом может заиграть в этом он должен выбирать понял тебя так хороший сценарий что там еще у него будет зарплаты игр но и кто-то все как бы чтобы игроки могли выбирать три на три и большой баскетбол сейчас на данный момент игрок не может выбрать там зарплаты тут его вся жизнь здесь просто увлечение это неправильно то как дело обстоит сейчас стоит ли нам ждать перемену думаю что да я думаю что ну не то что перемены думаю что определенно будет шаги к лучшему если да то от кого не должны исходить они должны сходить рфб нет стрип баскетболом я думаю что коллективное сознание я думаю что да я думаю что коллективное сознание у каждого потому что ну тот же стритбос backward и рфб если им не давать пищу не давать они будут думать что все хорошо даже коллективное сознание у каждого мы с чем мы сейчас и где-то в мире братьев стругацких находимся ну я еще раз говорю что у нас ну плохо у нас из 3 на 3 плохо у нас 3 на 3 сейчас бывший главный менеджер сборной россии да согласен с тобой согласен ну хорошо едем дальше следующий вопрос назовите топ-10 нынешних игроков россии по их уровню игры 3 на 3 начиная с сильнейшего сборная последнего созыва это был сильнейший состав из возможных почему проф игроки не идут сборная и далее я тебе зачитаю твой небольшой диалог социальной сети селью хариддинова ну давай сначала вот это ответим а потом пойдем и так топ-10 давай кто самый крутой сейчас в россии бойлер 3 на 3 пол до сих пор до сих пор сейчас он выйдет и он сейчас он будет лучше любого муки давай павлов манзы загибать не буду мы потом все услышат не раунд для меня у 2 топ-1 до коны и 2 2 2 прямо сейчас выйдет и заиграть не ты имеешь в виду сейчас сейчас для меня сейчас допустим назовите топ-10 нынешних игроков россии по их уровне игры начиная с сильнейшего ну нынешних но это все таки игра игра этот сезон давай вот этот сезон кто самые 10 крутых ты знаешь всех ты должен знать я знаю меня может не называть я щас был на травме ну допустим давай из питерских я возьму я не могу начинается давайте мы там прокомментируем нас нет я не не просто вот ну давай так я могу здесь самый крутой игрок в россии по 3 на 3 мы знаем что в мировом рейтинге это леопольд лагусь рейтинг не врет второй по моему максим зима третий там или александров 3 3 дмитрий крюков и дальше что сейчас изменял значит ну они дать съездили ну давай самый крутой еще раз твой но ты не бойся никого били ну что ты да нет просто ну ты это же твое видение я вот те могу рассказать там кто самый крутой в рн охране но на самом деле для меня сейчас по мне так идеальный игрок сейчас это антон эндрик на данном он первый но сейчас вот если бы было так ну да и брать да так окей второй номер по крутости думаю что тут леопольд леопольд то 3 ну дальше там у меня знаешь какая-то все все к своим друг они ну давай свои уже все все уже уже понятно мы сейчас слабого виндачного одного назвали уже не из пинера ну давай ну сейчас идет там дима крюков и крюков дима крюков 3 лисичкин я буду четвертые даже нет дима крюков до 3 так ну лис будет там нет лис будет но дальше но я четвертый не 4 дальше идет захар захар захаров до александрова пропустил да я пропустил дальше идет юра беспалов юра беспалов дальше идет наверное илья александров илья александров но остальное все там все среди такой уровень одинаково честно говоря ну давай все таки все таки четверых еще лисичкин вот мы его называли дали станет седьмым лисичкин ну из тех кто играет еще фидосов но я щас как бы просто что вот он был сборной на виду нет михаил вершков вершков михаил вершков ну наверно штарёв не куличу они не уступают они уступают шангичу не уступают шатами шаташвили нет он играл команду это точно но лучше его как бы понимает и играет вот и на на мото первый номер он раньше играл шадрин старпеда кто играл старпеда там парень еще такой до 3 троиц и нет и да да я понял ну понял я ему не помню фамилию вот его тоже в топ-10 игроков россия но я как бы не то что так мне не так нет там же сейчас играет ну подожди сейчас вот смотри пацаны из самары бегали три на вот из самары пацаны из самары мне понравилось все десятое место занимает пацаны из самары нет почему сейчас еще играет дожди звезда господи вылетает звезда москвы всегда которая играла там евсей он все бьется и бьется да у него и много недочетов не может остановиться уже он уже ну поговорить еще раз говорю там допустим мне нравится как играет спрей но ему по физическим по физически он не вытягивает настолько как бы он играет душой душой еще у него очень хороший там он все что он слабо играет да там где-то моменты слабо он постоянно как-то нивелирует мне нравится подход такой физики саяп клюй зуев конечно кумрич нет дожди игрок химок молодежь в том числе играл раньше за команду дичь что-то не мой финале груничка поиграли нет еще пока еще грамм и к в этом году вернулся буду он играл за шейкин стрим они как бы в принципе поэтому и выиграли ну сейчас сейчас он сейчас проиграет неплохо вот сейчас на это на данный момент я бы двадцатку даже сделал так честно 20 нет мы можем уж какая десятка двадцатка ну ну так ну еще раз говорю что тут знаешь как это если бы участвовали ребята а ну мне нравится ну всегда нравится как боря логачёв играет мне мне кажется что там использует процентов наверно 50 его в команде честно ну какие-то вещи там можно делать чтобы он а его команда настолько не эффективно используя его используют он играет он как бы он занимается там ему не хватает на атаку он может еще больше прибавлять эффективнее хорошо ну ладно назвали уже называется с горочкой нет немного правда мне нравится много игроков из-за там и в питере много игроков и в москве и где-то можно там в регионах на что скажешь про старовера вот он золотой 6 играл ну там он хорошо сыграл ну золотой 6 он хорошо сыграл но опять же он там выполнял не старался не ошибиться дата у нас меньше брал на себя но какие-то там ситуациях когда ну только надо было так решать он решал но если была возможность сыграть не самому он играл чтобы как раз вот это компенсировать то что он не с ними играл кузин как честно скажу не играл я настоял пригласить его предложил составу чтобы он прошлом году играл когда он поехал на чемпионат европы твоих рук дело чемпионат европы и пригласил на тренировки его я честно говорю а вот но поехал чемпионат европы он из-за того что павлов получил травму то есть я встретил палом с травмы приехал и доктор сказал что он играть не сможет поехал он ну честно говорю что виталик не привык тогда у него не было опыта и поэтому он так сыграл честно говорю я думаю что в чем в этом году пропустил вообще считаю весь сезон 3 на 3 не знаю ну не знаешь не общался нет мы с ними общаемся но то что он пропустил сезон не знаю честно вот ну не я мне казалось что он может больше и мне кажется что он может больше но я ему это сказал я надеюсь что он мне не обидится уже срался в чобе нет 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 не повторил и повторил и что ему не хватает условно талантливый игрок но все есть но у нее не хватает вот этой агрессии злости там желание желание именно не будет грызть мне кажется что он не будет убиваться вот честно я привык что там стопроцентный самодажник тот тысячный процент сомян самоотдачи виталик может быть я не прав как бы и он там сделал все что мог но мне кажется что он может больше хорошо сборная последнего созыва это был сильнейший состав видимо которое можно было собрать нет нет там ну как бы еще раз говорю я уже снял ситуацию что фиба по правилам фиба рфб подает заявку на сборную задолго до этого и по итогу можно получилось буду рад сейчас можно да абсолютно поэтому ситуация поэтому мы пригласили там 15-16 человек которые приезжали у нас играли что нравится можно всех всем я вот еще раз говорю что я хочу чтобы кто кто желает у кого есть желание развиваться на все эти сборы я приглашаю приглашал из москвы ребят не всех он допустим ну ну кого видел допустим кто может быть подходил под консенсию там данной сборной многие и да и угадаю самые сильные сборной россии туда которая играла в баку не по моему нет а какого года самый сильный то нет нет такого что сборная я думаю что могла бы и лучше как бы на тот момент не знаю мне кажется там но не было не было еще самый сильный право впереди я думаю что еще не чтобы там команда которая обыгрывала всех там была на голову выше там ну видно было что она сильно однозначно что все смотрели когда это сильная сборная и независимо от результата 1000 верт про баку пробовали нет пробоку еще раз говорю что пробоку на тот момент а ты так гипотетически я гипотетически я гипотетически еще сильнее сбор хорошо почему проф игроки не идут в сборную но мы как бы уже не ножка я уже сказал или это финансы это здоровье вот и все у них целый сезон где это они работают им надо отдыхать опять же семьи которые там ну они в процессе они постоянно не видят их и я их понимаю да то есть они уже думаешь есть у них такое жим-жим их раскатать максим говорит я думаю что их раскатает по моему мнению что если они приедут да мы заберем хороших игроков да ты говоришь они приедут и сыграют сильнейшим их раскатают если они будут готовиться они подготовятся там пару турниров они сыграются сами тогда это совсем другое хорошо она к украине дело обстоит иначе знак вопроса и так санислав трофименко приносит украине победу над грозными сервиями в овертайме матча за бронзу наша команда бронзовый призер чемпионата европы флаг украины значит лехарь динов это говорит о развитии 3 на 3 в стране стас и компании делают большое дело жаль что в россии волну развития похоронили бабки главное есть еще в стране люди которые верны своему делу пока есть возможность и время андрей кудрявцев илья это говорит о том что сборную по 3 на 3 тренеры могут взять любых игроков из своей суперлиги по решению федерации кто только не попадает сборную 5 на 5 а у нас нет грустный смайлик илья харидинов ответят андрею андрей но у нас так с девушками с парнями да немного по-другому видимо вопрос времени андрей кудрявцев очень надеюсь воскресательный знак как по-твоему какие именно бабки похоронили волну развития у нас я не знаю какие деньги похоронили волну разве ну илья придет я естественно его спрашиваю хорошо нет ситуация более того у меня извиняюсь мы должны были в первый день basket expo именно вот здесь в этом же на этом же месте с ильей снимать у меня уже распечатаны кстати с собой есть вопросы ему безусловно там есть вопрос об этом вашем диалоге вот и но у нас там не получилось по времени я к сожалению был на переговорах а он ну потом уже не мог я естественно его спрошу про какие идет деньги но давай вопрос наверное вот сугубо к тебе здесь да то есть ты точно знаешь за что в украине есть некая такая длань федерации которая говорит вот ты не попал в пять на пять ну-ка пошел три на три он горит уж какой трена вид не 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 так да ну я переживаю опять за ребят с украины потому что объясню почему потому что в боку когда играли все там есть такой бойлер который сбивает сверху до украину смуф 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 кривенко да дима он кроме украинцев да он болел сидел с нашими ребятами и болел за россиян вот и нормально его начали так притеснять в украине мы начали разыскивать за то что он там с русским флагом рамы и поддерживает россиян а вот было очень очень не сладко ему ну я надеюсь что это они не увидят я общался с коллегами по штабу украинской сборной они действительно сказали что есть два федерации которая строго тренера тренера есть скажешь что выбирайте игроков они строго едут я очень надеюсь что если в три на три точно так же будет это будет замечательно сейчас я про ставит усы я такая трубка ну или горишь лаврентий палыч но это те воронки занеси ну хорошо это идеально я не знаю как как стимулирую должны говорить ну в нашей стране раньше как из честь флага там и все остальное там это было просто в приоритете сам назвал причины по которым я бы что-то теперь заставишь ну мне не знаю там финансово вряд ли получится мотивировать хотя я не знаю можно все-таки в диаметрально противоположных плоскостях сейчас с нынешней украины и развитием общества и всего остального мы берем мы берем по три на три мне нравится их и не знаю где они находят деньги как они там готовятся у них в этой ситуации до данной ситуации они могут взять тренеры могут любых профессиональных игроков взять которые не задействованы в сборной основной любых игроков он разрешает федерация взять а вот тоже извиняюсь то есть ты бы хотел бы чтобы курбанова заставили играть не рак они нет ну когда заставлять человека это всегда да ну я я надеюсь что как бы что в 5 на 5 на там что вы в 3 на 3 игроки которые будут приглашать хотя бы приглашать да чтобы они положительно всегда откликались на это если только у них вот если них нет травм или каких-то тому ну травму можно придумать я их просто нет я говорю что их отношения я говорю что про отношения как раз самих игроков то есть их позвали и попросили то они откликнулись бы однозначно еще раз пример курбану ты говоришь но он тебе говорит родной подожди я тут это не ситуация такая что я думаю что тут где опять же идеальную картину рисую что клубы и федерация какой то есть договорную в уставе где-то в регламенте да там где-то прописано что клубы должны отправить там если приглашают игрока он должен отправить потому что клуб платят деньги игроку чтобы какие-то там глуп получает какие-то льготы ну что-то да как что-то да какие-то вот какие-то такие мотивационные но опять же смена системы слушая а вот как тебе вот вообще получается такая история очевидно что курбанов приедет туда мы вот к нему прицепились да ну вот он просто олицетворение да вот сейчас можно сказать такого супер мега потенциале там игрока и ну уж понимаешь туда вот он приедет туда значит во-первых он займет чье-то место во вторых он сам от этого явно не кайфанет да он будет на голову сильнее вообще там всех ночью вот эта вот история она как тебе то есть ну кстати давай сейчас проведем параллель с женским нашим чемпионатом девчонки большие молодцы выиграли чем мира выиграли европу женского стритбола в россии просто не существует очень жаль очень жаль но его не существует но при всем при этом мы все можем сказать ну как мы все там я естественно никому не скажу это вот мы чемпионы мира и чемпионы европы это здорово у нас рейтинга за этого где мы там на втором третьем месте не по женскому да но суммарный да у нас теперь высокий я не думаю начать просто сделать чемпионат россии прожать и уже этим занимается футбол есть мужской чемпионат и в это же время как бы провести женский пал ноги давай смотри но все четыре все четверо да вот допустим они игроки профессионалки да они там не участвуют но зато когда речь дойдет до сборной они приедут свои будут играть за сборной сборной еще раз говорю что сборная это прерогативы я считаю прерогативы там административные рфб я считаю что как бы они выбирают если эти сильнейшие если засну как бы если они хотят чтобы сборная сыграла на этом чемпионате они сыграли да ну еще раз говорю что вдруг они увидят сильных игроков я не говорю что они будут сильнее мою любимую тему идем тогда мне кажется она прям очень хорошо перекликается здесь кто должен играть на универсиаде настоящие студенты или фейковые настоящие настоящие то есть те кто реально ходит на пары ну который по крайней мере ну вот вот этот вот они не которые ездили нету этого который играет допустим который играет в избе хорошо а вот эти с этой истории не гарантированные контракты я не слышал вообще не знаешь ну там как бы игрок типа играет в клубе суперлиги примеру да но при этом у него не гарантированный контракт ну и он поэтому может быть было избе был когда в питере проводился финал асб этом была конференция и посетил и как раз там был вопрос о том что это создано асб создан для игроков которые не попали в профессионалы чтобы они куда-то росли где-то они росли и возможным потом вот они не попали сразу профессионалы да и закончили конспорт школу пошли студенты там да и не играешь бы возможно там баскетбол не потеряли я считаю что либо профессионалы если профессионал учиться да там я допускаю что все профессионалы учиться нет да они там ну корочку сложила свое будущее контакт да не получают корочка не приезжает он сдают сессию заочные еще как какие-то вот они могут потому что они учатся а так чтобы брать но не рсяду людей просто из профессионалов до которые там нигде не сделали в общем ладно подытожим по-твоему это нормально что если будет женский чемпионат россии по стритболу но за сборную приедут играть эти же четверо девчонок который большие подчеркиваю большие молодцы но очевидно что они в этом чемпионате не будут принимать участие хорошо тогда я по-другому наверное сделал не чемпионат россии вот он давала команда рфб дает шанса вот девочки приехали в сборной приехала да девочка не взяли выиграли все было один турнир хорошо пускай сделать сейчас такой же они так выиграют но тогда другим могут не обидно они выиграют и все нет согласен вот более того если это будет даже условно там два турнира и третье итоговое что-то такое на идее ты его примеру три тура кто после трех туров будет выше то это будет самое хорошо я даже согласен потому что это будет под сборную ну как бы сделано когда они могут эти туры но тогда всем остальным это будет развитие женского баскетбола 3 на 3 очень полностью с тобой согласен договорились значит ну с украины понятно сму остается ну а ну сейчас вроде как нормально все поэтому я очень он очень дружелюбный парень я надеюсь что просто там все и последнем конкурсе перегорел да ну я хочу сказать что ребята больше разнообразных данных с украины когда разговаривал я все как пригласил наш турнир на наши турниры которые будут игру вас сильная команда наши которые будут здесь россии я планирую допустим то я планирую сделать там какой-то турнир чтобы пригласить там ребятам из воронежа ну как бы перед из москвы прям нашим на наши мысли ну вот у нас у мбл тоже были такие мысли но я честно вот со старым мы говорили я говорю вот если бы ты взял на себя общение с командами да но вот он говорит что ну как бы мы сейчас на данный момент ушли на такую паузу и скорее нет потому что у мбл безусловно есть ограничение в тех кто может участвовать жалко очень ну вы скорее всего не подпадаете ребята из украины не подпадают нам не очень узкая группа я понял особо отличившая сделать там допустим чтобы я бы с удовольствием было бы у меня возможность я с удовольствием бы командам которые там я считаю там там юарон вы хоть двумя составами потом там юра со своим шейкин стрит торпеда были бы возможности я пригласил их на этот турнир чтобы заплатить да мы постараемся там организовать бесплатно но это это та история которая планировалась по моему мы с тобой говорили на ночной лиги это когда в мае планировалось дальше и чуть-чуть не получился финансы все все финансы очень тяжело смотивировать там бумажки как-то там все сопоставить очень все непросто честно говоря очень все непросто как это будет дальше посмотрим покрытие полтора муля да еще хотел сказать что по поводу турниров до которые у нас проходят из-за того что мы там ездим везде да и мы отбираемся я где-то планирую со следующего года начать отбор именно ну взять на себя сателит на какой уровень турнира наши в санкт-петербурге резко вырос мы с фиба очень долго разговаривали они все просмотрели куда мы идем что мы делаем какие команды у нас участвуют и рейтинг нашего турнира это финал грунис капа рейтинг нашего турнира одного тура и рейтинг чемпионата россии поэтому в рейтинге в очки которые у нас получают как бы игроки которые играют у нас место выиграл очень серьезно поднялись табеля раны а как они это делают по какому-то фидбэку от организаторов нет они смотрят здесь четко сколько турниров ты провел куда команда у тебя отбирается с этих турниров победитель куда она идет кто у тебя участвует рейтинге команд которые там участвуют игроков игроков да она смотрит на состав на что ты проводишь какие у тебя категории значит у меня там любители женщины профессионалы там они смотрят все и определяют рейтинг очень долго мы разговаривали я там просил хотя бы сделать лиги 33 потом мы все искали покажите куда чего стремится сделали вот так и дальше у них попросил на следующий год и буду разговаривать несколько обращаться там другое место как раз чтобы делать не просто чтобы мы писали бумаги и просить пустите нас пожалуйста на турнир на чтобы у нас была путевка на этот турнир вы заранее объявили свои разыгрывать и тогда может быть мы приедем и вниз путем да ну у меня сейчас проблема у меня сейчас проблема такая состоит что мы не понимаем еще как мы можем отправить другую команду не питерскую я не говорю что там не питерзе вот но у нас очень большая работа идет в этом плане еще раз говорю что вот этими ребятами которые занимаются не только баскетболом да пиар который работает соц сетями с этим но понял тебя слушай и вот мне тоже старый писал что игроки получили больший рейтинг за какой-то тверской турнир или за какую тверскую лигу больше чем груниска не знаю что это же вообще нет это вообще ну надо надо сопоставлять это какие-то него кто бегал там они могут они могут перечислить но пересчитать там потом еще что-то тебе известен от калькулятор рейтинг вот этого возможно я понимаю что челленджер это красная выход на путевка на любой челленджер это как раз фиолетовый турнир мастерс черный мастерс мастерс до 7 турниров это серьезный день 7 очень мало мало я посмотрю с ним посмотрю конечно я все думал что 9 ну ладно готов ошибаться следующий вопрос как нам обыграть сербов и славянцев когда мы забудем победу в баку с чем связываете такой успех латвии на чемпионате европы и москва open как нам обыграть сербов и славянцев мы их обыгрывали и я даже баку не беру вот абсолютно мы обыгрывали сербов могли обыгрывали славянцев это тяжело к этому надо готовиться когда мы это делаю пятнадцатом году имеешь ввиду победа москва ну домашний турнир а на международном арене на международной турнире мы их обыгры есть пятнадцатом году мы их обыгрывали в праге на групповом этапе раскатали как бы ничего там всем и проиграли вторым сербам ну я тоже там есть определенные причины мы их знаем как они не готовы оказались ну у нас был тяжелый турнир в эстонии тантали нофан когда я считаю что то же самое что на ночной лиге когда было когда ситуация когда засчитали забитый мяч который нельзя было защиты уже эти умоляю ну я но я прислал картинку не знаю кому-то я я видел раскадров я не асту да вот там все там все видно и то же самое было в тайне и на следующей неделе у нас было как раз был мастер спраги вот этот неделя мы неправильно подготовили вот и все мы взяли это мы команда была в сильнейшем составе очень хорошо готова ну я еще раз говорю что это очень тогда дало большой повод для размышления по поводу подготовки к турнирам не фокап это всегда про победы на москопа не я не открою на тебе глаза что но очень большая аудитория который след за этим считает победа огнезащита домашний пускай не буду ну пускай они будут домашними понимаешь да что я понял роковые свистки вот и промежуточные такие но которые нет промежуточные я всегда наш как это я понимаю что такой домашний и какой-то свисток но пользу домашней команды я его допускаю и мы так проиграли сербам в питере я подошел и судья просто там ну не свистел да я говорю хоть один свисточек я не там там мы сами проиграли мы проиграли сами не забили просто там был 20 20 19 что ли в нашу пользу и владеем и наше владение было да и мы не забил и нибудь сбились не помню очень не помню пора для красоты момента и полы должны причем нет 10 уже до кнопки у них чтоб совсем не просто я говорю что вот когда мы еще раз говорю что первый когда турнир играли там я вообще не знаю конечно там давно уже соскучились по победе русской команды неважно какая была просто надо на тот момент огнезащита была сильнее других российских нам спор вот и все и возможно какие-то свистки я допускаю я не знаю но возможно как были для меня тогда никаких свистков там я еще еще кричал почему не свистят полы да там какие возможно это так для кого-то я это их мнение я считаю что на тот момент они просто были готовы там обыгрывали и сербов обыгрывали и обыгрывали славянцев я думаю что это может любая команда которая стремится именно к этому обыграть сербов славянцев да то есть она готовится она определяет состав чтобы победить короче нет ничего нереально нет абсолютно когда мы забудем победу в боку мы забыли она уже история чем связывается такой успех латвии на чемпионате европы и москва опен на москву узнаю что насчет москву это была сильнейшая команда которая приехала в связи с тем что был мастер со 12 сильнейших команд не сильнейшим просто 12 очень сильных команд они отсутствовали на москву я думаю что из них бы было восемь из этих команд 8 было на москву это очень болезненный удар для москву пан да вот этого для развития вообще что фиба этот турнир перестал бы осознанно чтобы я думаю что 100 процентов либо специально решила что насолить нет потому что турнир мог нет не насолить на конкретно москву москву пан был я реально это были самые сильные команды приезжали сюда сюда а зачем я делаю я не знаю ну я думаю что надо как-то они что-то варьируют какие-то вещи там может специально занижают рейтинг не рейтинг рейтинг одинаковый занижает статус турнир я думаю что мы не знаем политику но фиба очень интересная эти говорил очень интересная раскладка на каждый на каждый конкретный момент кто 1 объявлял дату там ситуация такая фиба подается заявки вот организаторов на проведение челленджер и подтверждать фиба они собирают все даты и определяют эти даты и потом сами определяют мастерс когда будет мастерс с какого турнира раньше мы права отбирали сейчас в добраться кто может заступиться кто у нас там фиба у нас у нас фиба фиба я не знаю что у нас кто-то есть прятки нас тут есть фиба фиба 3 на 3 как-то нужно сказать ребят слушай и такого назову в россии в россии москву пан самый топовый турнир он мега легендарный ему сколько до 11 года он сейчас был такого мужики ну чего нет такого не будет это обычный челлендж для них это обычный челлендж для них чем и ты же говоришь это было сделано специально мы все понимаем да ну ты просто говоришь что он фиба во первых они организаторы как мы календарь мы так решили там по каким-то своим причинам и все они же сделали в этот в этот же летали но пан сделали 28 29 одинаково чтобы тут еще вопрос они делают иногда так специально чтобы какие-то команды топовые да не смогли проехать из одного турнира в другой да и тогда и срезать все эти бабки себе и забрать и путевки да они тоже это делают там как бы осознанно чтобы но делают больше турнир хорошо ну про москву пан латвия действительно была самой сильной команды на мочевую хочу сказать да вот латвия это же команда она приход приезжала играла там один и куда они играли и не сказать что они там непобедимы это очень глупо и правда говорю что вот допустим они стали бы над буква андори стали первыми на отборочных чемпионата европы да совершенно случайно не в первой игре у поляков выиграли поляки били 4 штрафных им надо было забить одно они по мне промо ни разу не помогали и они бы там вылетели они играют свою игру определенную до них дружная команда у них очень сильно вырос там один игрок который по моему стал не любит и даром и стал ну ну как бы он стал намного сильнее вот но то что они там непобедимы они просто играют в удовольствие у них есть там костяк определенный но у них очень тоже есть слабые места мы это знаем эти слабые места просто надо умело им воспользоваться и все у меня одно время в команде играл но сейчас знаменитый баскетбольный тренер в определенных кругах вот и он не говорил легкарит я все понимаю что ты говоришь вообще все понимаю я вот телом сделать не могу понимаю вообще все это нет могут могут игроки сделать могут до европы чемпионат европы тоже там доля везения определенного было ну ну подожди ты сейчас как-то мне кажется совсем при уменьшаешь их супер крутые достижения ну почему я наоборот очень за них радуюсь мы с ними общаемся не ну подожди сейчас его первое что называешь это везение идет тому кто везет вот и все вот я вот и ответил я так могу на все вопросы нет я бы сюда у них у них есть определенные они очень хотят сейчас они голодные до побед понимаешь у них многие вещи сложились там да допустим они могут ездить именно этим составом то есть они не могли мы с ним разговаривали не могли ездить собраться там по каким-то причинам то есть них два было два человека который играла в профи их оттуда выгнали сейчас из профи не дают играть они сами вместе собрались у них есть время и возможно они хотят очень на москопе были бы сильные команды серьезно вот и все но один турнир ты же понимаешь 33 на 31 турнир но здесь как раз не один турнир квалификации пусть не самый сильный но квалификацию ну не хорошая на европы и москоп он здесь какой-нибудь ну здесь конечно совсем сильные на ходу молодцы ну как бы еще раз говорю что молодцы здесь я вот итак с чем связывается такой успех латвии на чемпионате европы с удачей нет они играли вместе давно сейчас игры на сыгранное сыграны состава плюс по без объединения федерации с гетто баскетом они были разделить там сейчас не комфли сейчас сравнивая что они объединились и федерация послала именно эту команду которая эта команда она представляет Именно Гетто Фэмили, да, или как на них это называется? Да, это Гетто Фэмили, но они теперь вместе объединились и не отправили. Еще они там наступили себе на гордость, да, как-то? За что они решили? Нашли, я не знаю, но нашли какие-то общие... Нашли круглый стол? Нашли, да, и как бы они отыгрались. Никто не верил, их отправляли когда на отбор. Ну, а те говорили, что там думали, что вы там не пейте, потому что они поедут там отдыхать. И когда они выиграли... За номер расплатитесь, ребят, пожалуйста, за мини-бар. У меня вот в связи с этим... Слушай, а что с Литвой? Где они вообще? Супер-мега-баскетбольная держава, которая в потенциале... Ну ты же видишь, они хорошие... Три-четыре команды должна выдавать сюда. Ну, не все еще там, я не знаю, кому-то это неинтересно, возможно. Возможно, там такой уровень... Ну, посмотри, кто сейчас играл здесь. У них там травмировался один игрок. Потому что я бы на них ставил, честно тебе говорю. Я бы ставил на них, когда они приехали сюда. Если бы не травмировался игрок, я думаю, что они бы были в финале играми. Но у них тоже большие... Ну, не большие, но у них проблемы. Какие? Ну, в комплектовании команды. Ну, мы сейчас говорим про одну команду Штангенстай, да. Но там же, еще раз говорю, баскетбольная держава. Они, как сербы, нет-нет, да и могут выдать сюда... Ну, знаешь, как-то у них... Ну, не знаю, честно скажу. С ними не разговаривал по этому вопросу, почему. Может быть, у них есть какие-то команды. Но все вопросы упираются в деньги. Нет, я сейчас тебя, как бы, там, отоглашу там свою версию, что знаю, что Сабонис не очень сильно дружит с Фибой. Это я знаю. Но я думаю, что вряд ли это три на три. Конечно, нет. Я думаю, что нет, это не связано. Тут это интересы каждого игрока конкретно. Это же финансовая заинтересованность тоже. Они едут и сейчас выигрывают уже на приличный день. Фиба увеличила в два раза. Сейчас спонсорские вот эти все призовые. Скоро максималки начнут давать? Я думаю, что нет, они и планируют увеличивать, чтобы команды развивались. Уменьшать топовые команды, количество, но увеличивать и для них денег, чтобы все стремились туда. Поэтому, ну, не знаю, это зависит, наверное, от игроков, от местных, от литовцев. Хотя я не понимаю, была бы у нас такая ситуация, что мы могли бы летать за те деньги, которые они летают по Евросоюзу. Я думаю, что у нас команд намного больше туда выезжали. Ладно, деньги, деньги, деньги. Следующий вопрос. Ну, не только деньги. Почему? Тут это, извините, конечно, но я хочу сказать, что это отношение еще к команде и, в принципе, к развитию этого спорта. Я не могу не сказать, но вот у нас правительство, там, законодательная власть, комитет по физкультуре и спорту, они повернулись к этому. Надо просто объяснить. В Питере. В Питере, да. В Питере, я еще раз скажу, что там, ну, даже губернатор как бы знает про 3 на 3, присутствует, приходит и знает, куда это, что это, как, и выделяются деньги. В Питере, Питере. В Питере. В Питере. Созывы, значит, Сербия, Словения, США, Катар, Голландия, Испания, Латвия, Литва, Канада. Все сильнее? Ой, как сложно. Намухлевал, да. Намухлевал, да. Ну, допустим, с Канадой не играли. Сербия сильнее, Словия сильнее. Ну, по Канаду, понятно, не попадает, но это, к примеру, команда со Скотум. Ну, очевидно, что нам далеко. Ты знаешь, ну, я, наверное, идеализирую в этом плане. По результатам, да, получается. По результатам получается, но разве мы слабее Испании, слабее Голландии, слабее… Ну, а что, нет? Я считаю, что нет, абсолютно. Да, мы, как бы, сейчас отстаем от сербов и словенцев по… даже где-то не по физике, а где-то по быстроте мышления, по быстроте по голове, понимаешь? По Катару мне очень нравится команда, ну, очень нравится. Танги? Ну, нет, они все индивидуально сильны. У них нет командной игры, но они очень индивидуально сильны. Их можно обыграть только командой, именно командными действиями. США, ну, на последнем чемпионате мира очень слабая команда была. Ну, правда, очень слабая. Я думаю, что мы обыграли ее. Обыграли бы. Обыграли. Ну, тут все в состоянии. Латвия, Литва, Латвия. Ну, Латвия, Латвия. Так, нет, ты же понимаешь, что, ну, как бы, все команды… Литва, видимо. Ну, я думаю, что на данный момент, как бы… Итак, давай начало вопроса. Мне кажется, здесь вот объединенное, точнее, выделенное запятыми. Какое место на самом деле занимает наша мужская сборная в мире на данный момент? На самом деле, это типа, вот, ну, честно. То, что каждый может обыграть каждого, да. Я думаю, что мы в десятке. В десятке. Хорошо. Ну, ладно, следующий вопрос. Ваше мнение о Кубке России и ФЧР 2017. Победил сильнейший? Что скажете об уровне Лиги 33 этого года? Об уровне ночной лиги? Ночная лига нужна? Итак, ваше мнение о Кубке России и ФЧР 2017 года. Кубок России в Казани организационно был проведен хорошо. Мне понравилось. Было сделано очень много для игроков, для команд. Постарались все сделать. Все, что возможно. Да, были проблемы. Где там покрытие, где-то не лежало, где-то там что-то не успевали. Но мне понравилось. Организация мне там понравилась. На финале Кубка России победила сильнейшая команда. Я честно могу сказать, что уровень команд, которые приехали на Кубок России, ну, были три команды, четыре команды, в принципе, которые... Они так и разыграли. Это Инанамо, ребята из Химов, которые приехали. Нот. Молодцы. Каждый год. Я не верю в них, но как-то молодцы бывают. И как бы петербургская команда. Как тебе судейство в финале? В финале? Ну, вот, ты наверняка читал, да, вот... Да, ну, как тебе сказать, что... Ну, как бы Питер сам к этому... Вот к этому он сам пришел. Ну, к этому счету. Там не играл Зимарин, он был травмирован в игре. Как бы они играли втроем. Они, ну, выиграли там 13-8 и вариантов нет. Нет, я сейчас говорю тебе про то, что на стритбаске считал комментарии, что... Ну, как я понимаю, так вот, Воронеж типа говорит, что Питеру подсвистывали. Это вообще кошмар. Ну, это вообще... Кошмар. Ну, это они не правы совсем. Ну, совсем не правы. Ну, может быть, болельщики, я не помню. Может быть, игрок, что-то это. Нет, там столько моментов было, там... А почему, почему... Почему, наоборот, они не говорили, когда им там постоянно свистели наши фолы, которые не было. Я считаю, что обсуждать вот это последнее дело, там, ну, как бы, на судействие. Я когда говорю, что мы убираем все действия, начинаем разбирать игру. По игре они, как бы, были слабее, это было видно. Но они молодцы, что так дотянули, там, доиграли до этого. Ну, вообще, просто я... Через говорю, что я очень восхищен. Да, по сути, там все было чуть ли не в одном владении, да. Ну, там... Ай-яй-яй. Ну, там, да, не бросил. Что скажешь про то, что Кубок России был однодневным турниром? Очень тяжело. Очень тяжело, как и чемпионат России. Вернемся к чемпионату России, да. Организация чемпионата России, я считаю, была хуже, чем, как бы, ну, по крайней мере, для игроков. Я очень расстроился, что не было воды в такую жару. В Казани три раза покупали воду. Привезли воду для игроков. Жара. Игроки выпили. Я подошел, сказал. Они привезли еще воду. Выпили все. На свои деньги? Организаторы. Организаторы. Третий раз привезли воду. То есть, вообще, здесь, при такой ситуации, как бы, ну, это было очень печально. В этом плане. И я очень рад, что 36 команд приехало. Что вот это все. Но. Финальная часть турнира. Ну, тут все наложилось. Москва. Он в следующий день. Я бы думал, что, ну, это мы не будем обсуждать. Почему? Ну, еще бы, бывшему МАЖу разборной России не обсудить. Знаешь, когда я смеюсь всегда, потому что у меня никогда не было, что я был менеджер. Я даже оформлен был в РФБ как второй тренер. Ну, хоть третий. Давай, хорошо. Ну, короче, ладно. Ну, я хочу... По-твоему, Кубок России должен был быть двухдневным турниром? Или... Я вообще... Кубок России... Такие турниры должны быть двухдневными. Я считаю. Ну, и ФЧР. И ФЧР должны быть двухдневными. Абсолютно. И уровень Кубка России, и уровень... Вот, Кубка России. Если это не проходит, там, в Москве или не проходит в Питере. Он даже думал, если это не проходит в Москве, даже вот так. Уровень команд будет ниже. Всегда. Если это не проходит в Москве. Потому что в Москву могут приехать все. Это не как какие-то вещи там, как и сейчас получилось, да? На ФЧР. Да, конечно. Уровень ФЧР и уровень Кубка России. Ну, а к сожалению, пока что и не имеет смысла где-то в другом месте проводить. Ну, я... Просто положение дел такое. Ну, да. Да. Можно говорить, что это популяризация была бы, но... Эта история не работает. С точки зрения организации ФЧР, если мы берем общее, да, там, что там было 4 корта, что было хорошее судейство, там, это хорошо. Но недостатков было, мне кажется, больше. То есть, первое, что надо было проводить в два дня. Второе, это что никак эти финалисты не должны были, что этот турнир должен был в следующий день, там, какие-то... Ну, считай, главный приз был... Ну, для меня главный приз, честно, для меня главный приз был это возможность съездить там на челленджах, потому что я понимал... На следующий челлендж. Победитель. Я понимал, что... А куда вы давали? В Люблян. Ага. Я понимал, что, честно сказал, что при самом определенном раскладе победитель в финале Чемпионата России не пройдет полуфинальную стадию. Это при самых оптимальных раскладах. С учетом того, что... Даже этого ослабленного Москоупен? Да, да. Я понимал, что они просто не вытащили. Просто не вытащили. Это очень тяжело. А тут еще и допинг-контроль. Допинг-контроль это нормально. Это очень хорошо. А что, на ПЧР и на Москоупене он есть? Нет. Конечно. Пожалуйста. Ну, это хорошо. Булигань. Мне там теперь интересно. Это было бы здорово. Я сегодня обедал и в столовой. Значит, дурацкая комедия, помнишь, без чувств. А, да. Да. За тысячу долларов вы можете мне вколоть вируса. Победил сильнейший на ФЧР тоже? На ФЧР нет. А кто был сильнее? Я не говорю, что кто-то был сильнее. Было... Ну, я думаю, что было там 5-6 команд, которые могли бы разыграть их. Будь Самара более тертая. Да. Самара проиграла ЦОПу исключительно из своего незнания. Вот и все. Ну, исключительно только из-за отсутствия игр. Не, ну в группе-то она проиграла вообще из-за... Я говорю, исключительно. Слушай, ну это не незнание, это очень спорная ситуация. Мы за кадром с тобой говорили, что я Алексея, безусловно, спрошу. Да, потому что я видел видео, я посмотрел эту игру. Спасибо большое, ребята. Мы, по-моему, из Воронежа, они записывали это. И, кстати, я был очень... Ну, не то, что я удивлен был, но в очередной раз расстроился, что не было нормального, полноценного онлайна и оттуда, и оттуда, но который можно было смотреть и уж тем более посадить. Ну, вам без комментаторов бог с ним, но, блин, на ФЧР можно было посадить. Видео это все, ты понимаешь, все челленджеры. Это основа основ. Так вот, вот этот вот свисток, да, Давыдова, когда он дал второй технарь, когда, значит... Мяч после забитого он не брал. Да, но он уже предупредил, он дал технарь, и тут, значит, он еще раз, но очень спорный момент, я считаю, он и... Да, действительно, там, не знаю, некоторые судья не дали бы этот фор. Но, как это было видно, он специально не брал этот мяч. То есть, ну, в любом случае, этот свисток, я согласен, абсолютно согласен, что я бы не свисток. Он сломал игру, он, вот он реально повлиял на ход игры. Да, он, нет, нет. То есть, самара идет плюс одно и... Оставалось там 10 секунд. Так он, по сути, мог просто держать и... Поэтому он и держал. Он был обречен. Он держал, он мяч, он специально не брал мяч, чтобы закончилось, ну, как бы, как можно дольше время было. Да, но если бы он хорошо знал правила, он мог бы взять мячик, встать в полукруге, и его бы без технаря оттуда не вытащили. Это я знаю. Так как у Питера уже было предупреждение. Да, судья бы предупреждение. Ну, там, ну... Нет, второе предупреждение, ты его можешь вытаскивать оттуда из полукруга, уже только используя технический фол. Да, это, кстати, ну, вот в моем выпуске открытого микрофона я это рассказал, и мы разобрали на семинаре. Я понимаю, но я думаю, что сейчас эту ситуацию уже тоже там обсудили. И судья на Москопа мне понравился, чтобы был, ну, по мне, так самый сильный судья. Это кто? Поляк. Поляк. Да, вот очень сильный судья. Когда он судит, он невозможно, там, сербы очень тяжело с ним, как бы, с ним судить, потому что он видит, там, зацепы эти все, ну, как бы, специальные вещи. Да, ну... Он очень хорошо видит технические. Да, поэтому так. Что скажете об уровне Лиги 33 этого года? Угу. Я думаю, что вообще уровень упал, честно скажу, не только Лиги 33, но и в Питере, допустим, тоже в уровень упал сильных команд. Я не говорю, средний уровень, как бы, больше команд, вот, на это средний уровень выходит, вот, а сильные команды, как бы, начинают сдавать везде. Ну, в этом году, я понимаю, я разговаривал с Сергеем Грунисом, я понимаю, что, как бы, очень легко говорить, что это плохо, это неправильно, ну, как бы, ну, что-то вот так, вот так. Надо делать со мной. Он делает, что может. Я думаю, что по своим, там, финансовым возможностям, да, он делает все, что он может. Конечно, ну, там, и у меня, там, в городе, когда приходят к нам, как к организаторам, говорят, надо лучше на улице играть. Ну, там много моментов, которые я согласен, надо обсуждать и говорить. Я думаю, что он делает все, что он может, что, возможно, его силы. Все, что свыше, это иногда очень тяжело. Ты уже знаешь, что ты сам. Поэтому... Догадывай. Да, лига ослабла, я считаю, в 33. Вот. Я думаю, что какой-то, опять же, для Игоря 33 нужен, там, новый формат такой. Три дивизионы делать. Любители, там, делать, давать чемпионство, там, среди любителей, чтобы любители хотели перейти это. Или, кроме чемпионства, давать возможность бесплатно сыграть, там, каких-то, там, выделить, там, четыре, более высшие. Ну, как это происходит. Я, по-моему, сегодня спросил Зимарина. Об этом не знаю, что он ответил. Нет. Вот как считаешь, когда я увидел, что в ЦДВИТе на Челленджере играет команда Лисичкин-Фидосов-Марин-Шангичек... Давайте я скажу. Я был... Ну, да, я был немного, так, опечален. Вот. Как ты считаешь, было бы круто, может быть, если бы по результатам двух туров Лиги 33, заранее было, естественно, объявлено, но сейчас вот фантазируем, да, что тот, кто занимает первую строчку, он бы получал путевку вот на этот вот Челленджер. Или так невозможно было сделать? Нет, так сделать невозможно. Я считаю, что это неправильно. Если мы переходим к... Извини. Мы прервемся? Алло. Сейчас все секреты здесь за кадром раскрыли. Значит, что скажете... Ну да, про Лигу 33, об уровне ночной лиги. Ночная лига мне понравилась чем? Что зимой, наконец-то, пошла движуха по 3 на 3. Она есть, есть какие-то турниры, но сделать их в Москве, ну или, допустим, там в Санкт-Петербурге у нас не получилось, да, в Москве получилось. Это хорошо. Приближенные к боевым, как говорится, там сильные команды в дивизионе А. Я считаю, что это было уже очень хорошо. Это десятка там команд или там 8 команд. 8, да. 8, отлично. 8 команд. Для этого мы как бы ездили. Ну, с тем, что было ротации. 8 команд, да. Мы ездили, а вот мне понравилась сама эта тема и история. Конечно, она первый раз, было много недочетов каких-то. К примеру? Ну, мы уже обсудили, ну, допустим, там, ну, первый, для меня первый зал и… Ну, в смысле зал, ну, ты ж зимой, ты где? Я покрытие. Покрытие очень… То же паркет. Да, покрытие решает. И игроки, допустим, ну, я был на MLBL промокап, да, я там смотрел. МБЛ. МБЛ промокап. У нас аккуратнее, аккуратнее с буквами. Тут вообще… Да, да. В этом заведении эти четыре буквы произносить нельзя точно. Хорошо. МБЛ промокап. Мне понравилось, что все действие было, все приближено к FIBA 3 на 3. Ну, RN охрана проиграла в финале из-за того, что площадка была длинной. Ну… Не важно. Я просто… Это один из фейлов, которые у меня там все есть. Вот просто, как бы, игроки, которые играют в зале, которые только приехали, они только играют в зале, они этим очень хорошо пользуются. Покрытие нивелирует скорости. Покрытие 3 на 3, оно скорость нивелирует. Там начинает скорость движения мяча, скорость мысли. Зал немножко другой. И вот, когда мы там проводили, это от того, что нет возможности. Я думаю, что здесь не было возможности положить паркет. Первый момент. Второй момент… Пластик. Да. Вот. Второй момент. Это… Ну, по судейству мы уже говорили. Там должно быть два судьи. Это мы сейчас с тобой за кадром говорили. Ну, хорошо. Два, да. Два судьи, в любом случае, как бы, два судьи, которые уже соображают 3 на 3. Именно судей. Ну, не знают правила. Нет, не знают правила. Знают правила, они должны, раз они судьи. Вот. Они должны знать тонкости и нюансы, которые там проходят. Вот. И я бы сделал, честно скажу, я бы сделал, если мы к FIBA приближаемся, я бы делал каждый турнир отдельно. На этом турнире мы разыгрываем путевки туда-то. На этом турнире мы разыгрываем путевки туда-то. На этом. Для вас тяжело. Я, ну, допустим, мы определили, да, там, стратегию нашу на 3 на 3, там, в Питере, да, и с организаторами определили, что надо ехать на ночной лиге. Не просто так. Потому что там дают путевки. Туда-то, туда-то, туда-то. Мы потратили свои деньги, нам бюджета никого не давали. Бюджет двумя командами специально. В связи с тем, что там четвертый тур, надо было как-то понимать. Ну, мы не хотели ездить на все турниры. Мы хотели... Ну, мы разговаривали с тобой. Да, мы хотели отобраться и все. Получилось все. Нас всех очень сильно удивил финальный день. Вот. Ну, я имею в виду формат его. Вот. Ну, мы готовы к турниру, мы готовимся к ним, и мы готовимся к турниру, где победитель получает все, а проигравший ничего. Ты занял третье место, ты не молодец. Ты ничего, ты не... Как у нас ребята съездили в Финляндию, когда были на сбор. Я их отправил в Финляндию. Да, где-то там в каком-то под мостом, да, где-то это было. Парковка какая-то, в торговом центре. Ну, там в торговом центре. Они там делают турниры. Там разыгрывалась путевка в Румынию. Я не просто их так отправил, путевка в Румынию. И они не выиграли ее. Хотя я разговаривал там и с финнами, и с другими там, и с латышами, которые там были. Они обязаны были ее выигрывать. Все, что... Я, по-моему, кстати, смотрел. Все, что... Все, что... Все, что мимо... Ну, мимо кассы, да, как говорится, все, что не выигрывает, для меня это полное поражение. И поэтому каждый турнир, вот этот, когда мы ездили, да, там... Ну, еще раз говорю, что здесь, если мы к FIBA как-то привязываемся, то все команды должны понимать, что они не могут там на дистанции победить. Это неправильно. Это не чемпионат. Ничего такого не бывает. Вот есть турнир один. Ну, почему здесь был и чемпионат, что, в принципе, и вас привязывало к этому. Ведь Грунис, условно, как организатор, он это понимал. Что ему, условно, там, не приезд двух команд дивизиона А, это не хорошая история для всех. Вот, когда он сказал, что будет так. Мы сидели, обсуждали, кто-то был против ехать на финальный турнир, кто-то там был за. Понимаешь, это все составляющая организационная. Но этот турнир, зимний турнир, если это будет зимний какой-нибудь чемпионат России, это будет идеально. Мы сделаем какие-то вещи, там, допустим, я уже узнавал, там, у нас ЦОП готов, там, как-то провести региональный этап. Понимаешь, там, правительство готово и законодатель собрательное готово выделить на это деньги, там. Надо, чтобы это все было формально сделано. Не уверен, что это готово где-то еще что-то. Ну, короче, ночная лига нужна. Ну, может быть, не в том формате, как она есть. Нужны турниры, которые будут проходить зимой. Хорошо. Так, а уровень ночной лиги тебе сам как вот? Именно уровень? Ну, я же говорю, что топовые команды ослабли. Топовые команды ослабли. Уровень падает у нас в России, честно могу сказать. Поэтому так и происходит, что мы ищем. Ну, для меня, честно, вот я могу сказать всем, я думаю, что мы должны в России вариться все в своих командах, конкурировать, участвовать в соревнованиях. Но также мы должны объединиться, честное мнение, и отправлять сильнейшие команды за границу. Если мы сильнейшие, ну, грубо говоря, мы можем ездить сами, все там могут ездить сами, но какие-то там на турнирах чуть ли не с РФБ разговаривают, чтобы дали возможность какие-то сильнейшие команды отправлять, чтобы, ну, на мировой арене, как бы, всех обыгрывать. Слаб себе, представляю. Ну, ладно, следующий вопрос. Выступление отечественных команд в этом году на ослабленном Moscow Open. Это показатель нашей силы? Здесь показатель той ситуации, которая сложилась. Вот и все. Ну, я могу по командам. Одна команда в четверть финале. Я считаю, что в четверть финале могли бы не быть вот такого регламента чемпионата России или дальше, а в четверть финале могли бы оказаться все наши команды. Ну, не в обиду будет сказано, я уже разговаривал, да, с ребятами из Шекинг-стрит. У них в таком составе нет будущего. Как бы они не дружили, если вы хотите, просто если просто поиграть на Moscow Open, нет вопросов. Если хотите что-то выигрывать, надо думать о составе. Вот у меня по кому был вопрос. При том, как бы, когда они играли, когда малыш там, не знаю, он всегда в стритболе, но не для этих турниров. Они играли, когда команда, когда он сидел, команда играла. Когда он выходил, все команды, даже этого уровня, сразу пользовались этой ситуацией. Моментально. И на Moscow Open это не показатель, я считаю. Данное выступление команды не показатель. Можно было более сильных команды, если бы не чемпионат России, подготовить. Я разговаривал с Антоном Бесфамильным по поводу Moscow Open, по поводу того, что в других странах челленджеры делают для своих команд. Но я его понимаю. Это особо важное мероприятие Москвы, спортивное. И делать из него, как бы, для чемпионата, никто на это не пойдет. На это выделяются средства. Поэтому нужно определенные показатели, еще что-то. Я думаю, что, вот еще раз говорю, что нам нужно делать еще турниры. Сами. Еще турниры. Не ожидать никогда. Можно с ними. Нет. Они, как бы, они помогут. Они не смогут помочь финансово или еще что-то. Но они там советом, бумажками какими-то, они помогут. РФБ готовы помогать везде. Но они не могут выделять деньги. Может быть, у них есть какой-то там, на что-то что-то можно выделить. Или, если что-то будет какое-то серьезное, то они могут выделить. Но не надо ждать никого. Надо делать. Сами делали. Там промо-кап. Сделали. Сделали ночную лигу. Сделали. Сделали еще какой-то турнир. Сделали. Надо объединяться. У меня лично к себе сейчас вопрос. У меня есть все для того, чтобы сейчас сделать один, два, три турнира. У нас там есть общение какой-никакой с ФИБА. Да? Что вот мы хотели под наши МВЛ 3х3. Я видел. Я видел то, что написали вам. И, ну, немножко, вы, ну, как бы, решение правильное, там, поэт поговорить. Но то, что вы написали, это неправильно. Ну, не получилось не до конца. Вы написали список игроков. Список игроков. Они посмотрели этот список игроков и просто посмотрели топ-20. Никого нет. Понимаешь? Нет. Из двадцати там наверняка кто-то был. Нет никого в двадцатке наших команд. Из ваших ребят никого в двадцатке топовых команд нет. Топовых команд мира? Да. Они смотрят и так. Они переносят. Нет. Ну, это понятно. Слушай, ну, давай так. Я же не буду туда писать, толк обманывать. Нет. 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 Некоторые вещи абсолютно верны. И мы их знали. Но чтобы вот это сделать, написать, надо уже какую-то базу иметь определенную. И ты можешь это сделать. Слушай, ну, в моем понимании мы имели базу. Но вы имеете. Может быть. Может быть. Если эта история получит продолжение, это будет, конечно, очень сильное подспорье. И тогда, может быть, я там сам для себя решу дальше это делать. Хотя сейчас, по сути, уже сезон по сути заканчивается. Вот. То, что сезон не заканчивается. То, что говорят. Вот. То, что сезон, там, три месяца, четыре, он не заканчивается. Это я с Максимом согласен. Там два месяца край отдыха. Все остальное готовится. Либо играет. Сейчас чем заниматься? Сейчас турниры идут. Сейчас тут турниры, можно ездить куда-то. Это мы не можем попадать. И мы тоже не можем попадать. Нас не приглашают. Но это как раз сейчас будет. Можно пытаться забраться сейчас куда-куда. Пытаться. Окей. Значит, выступление отечественных команд в этом году на ослабленном Moscow Open это показатель нашей силы. Нет. Нет. Я сказал, что нет. И завершающий, десятый вопрос. Готов? Да. Рецепт успешного становления команды в современном 3х3 от Андрея Кудрявцева. Что нужно делать? В какой последовательности? Когда и к чему нужно начинать готовиться? Как готовиться? Все тайны, наверное, буду раскрывать. Давай. Что нужно делать? Что нужно делать? Первое. Разобрать 4х человек. Нет. Разобраться в системе FIBA. Что, куда двигается, где, что надо делать, куда надо писать, что из чего вытекает, приглашение, рейтинговые очки, становление команды. Естественно, параллельно ты должен собирать 6 человек. Край 5, которые будут готовиться постоянно к этому. У них будет какой-то график тренировок, какой-то график подготовки определенный. создать для этого условия. То есть, для начала, хотя бы место, где они будут готовиться вместе. Где-то что-то индивидуально, но где-то они должны готовиться вместе. сделать все, наверное, чтобы ребята, которые этим занимаются, хотели этим заниматься. Объяснить, рассказать. Какие-то условия создать комфортные для каждого. Какие-то перспективы. чтобы это было не на один сезон. Потому что ты выстрелишь в одном сезоне, и тебе дальше надо будет работать. Соответственно, когда ты все это сделал, и ты определил какие-то договоренности с ФИБО, определил календарь, участие на все что-то. Безусловно, у тебя должен быть бюджет. Ты ничего не можешь это сделать, если у тебя не будет бюджет на какие-то там определенные поездки. Ты можешь их немного сделать для начала. Но то, что они должны быть, это 100%. Ты должен, если есть возможность, максимально участвовать в своих турнирах и показывать максимальный результат. Что такое своих турнирах? Это те, которые идут по выбору? Нет. Турниры, которые проходят на территории твоей страны. Потому что ты должен доказывать, что ты здесь сильнейший. В любом случае. И ФИБО на все это дело смотрит? Все смотрит. Все смотрят, почему ты уходишь там, почему ты выходишь, почему ты должен это делать. Все на это смотрят. Все обращают внимание. Соответственно, с этим, когда ты здесь, и ты чего-то достигаешь, и местные конфедерации, РФБ тоже на это обращают внимание. Абсолютно. И дальше, то есть по этой команде, по команде и по организации команды. Это понятно. Дальше, параллельно, маркетинговая составляющая очень сильная. Я думаю, что у нас сейчас люди, которые очень сильно этим занимаются. Им это интересно. У вас в Питере. У нас в Питере, да. Которые помогают. То есть поиск спонсоров. Проведение турниров, как местных, чтобы появлялись свои. Ты видел своих игроков, рост своих игроков, каких-то. На перспективу. Так и международно. Ну, понял. Когда и к чему нужно готовиться? Когда начинаются по календарю первые сателлити, видимо? По календарю начинаются, да. Сначала сателлитов начинается все? Нет, где-то челленджеры начинаются. Сразу прям челленджеры. Да, где-то идут сателлиты. Они уже там в январе, феврале в некоторых проводятся. В январе, феврале? То есть ты уже можешь как бы знать. А где это опубликовано? На официальном сайте FIBA? Нет. На официальном сайте FIBA опубликованы только турниры FIBA. Челленджеры. Откуда информация? Есть на сайте FIBA ивенты, да. А вот. И там смотреть, где проходят, когда проходят. Ты смотришь, где и когда, да. Где и когда что проходит? Сателлиты туда? Да, сателлиты проходят. Ты смотришь, связываешься с организаторами. Спрашиваешь, уйдет ли ваш какой-то турнир, отбор на него. Какие условия. Кто вас этим занимался и занимается? Ты? Максим занимался. Ну, как бы ребята, я занимался. Ну, это было коллективное на самом деле. Ну, занимался Максим и я. Мы где-то смотрели, где-то знали. Где-то у нас. Была когда-нибудь у вас тактика сюда не ехать, потому что здесь сильные, а лучше сюда съездить и здесь легче отобраться? Нет. Никогда такой тактики не было. Наоборот, было интересно сыграть с сильными командами. Потому что, ну, сильными командами ты растешь сам. Ну, ты рейтинг, наверное, больше получаешь с ними играем? Нет. Турниры рейтинга одинаковые на турнирах какие-то. Одинаковый рейтинг, неважно. Да? То есть… Ты можешь играть со слабыми командами, а рейтинг турнира, вот, как бы, будет высокий. Просто сильные команды едут на те турниры, которые важны. Это видно и ты, ну, это рассмотришь. Да, можно где-то на какой-то турнир там съездить, отдельно отобраться на какой-то челленджер. Где-то можно, там проходит их много, где-то дается путевка, не все это знают. И мы сами не все это не всегда знаем. Потом там узнаем, как это происходит, где-то. Не всегда это видно. Мы хотели, чтобы все это было видно на FIBA, чтобы там это проходит туда, но этого нет. Почему? Ну, не всегда, это же очень сложно, допустим… Будет? Как считается. Я надеюсь, что будет. FIBA, надеюсь, это все распишет, потому что… Отбор? Ну, это сложная система. Все же, я еще раз говорю, календарь подается там в начале года, он составляется, подаются челленджеры, а челленджеры сами расписывают там иногда свои сателлиты. Как ты считаешь, вот обладание этой информацией – это сила? Конечно. Ты готов делиться максимально открыто в России? Обсолютно. Всегда, всегда готов. И тоже еще раз хотел сказать, потому что у нас в России, наверное, только в России всегда столько много слухов и различных, как бы там, там начинают поливать что-нибудь, там еще… Мне это не нравится. Так мы сейчас поэтому здесь и сидим. Поэтому я как бы с удовольствием согласился, потому что есть всегда телефон или есть там… У нас сейчас электронные… А ты вот как считаешь, не знаю, это группа в какой-нибудь, ну, в том же ВКонтакте, да, как в самой популярной социальной сети здесь? Это сайт какой-то посвященный этому, чтобы каждый, кто хотел 3 на 3 и, допустим, я считаю, что там публиковать в том числе и календарь. То есть это сателлит, он ведет на этот челленджер, этот челленджер ведет на этот мастер. Он ведет на секунде? Или этот квест ведет на этот сателлит, этот сателлит ведет на этот челленджер, ну и так далее, да. То есть, ну… Лигу 33 можно назвать квестом, да? Она ведет на… Сателлит… Лига 33 – сателлица недолго… Нет, она сателлица... Сателлица... Лига 33 – сателлица на Сателлица? Лига 33 – направляю, но перепутана. Ночная Лига – это сателлица. Не, не. Я сейчас говорю про именно Лигу 33… Ну почему все ведут… Все, кто ведет на Learning fox�, это получается квест, Гронискап сателлит. В общем, короче говоря, готов ли ты вот это все открыто публиковать? Это когда я узнаю. Я же знаю не всегда. Нет, ну смотри, сейчас ты узнал, завтра я узнал. И мы все с тобой заходим раз в день. К примеру, с утра заходишь, вот смотри, Андрей написал вот это, вот контакты организатора. И все мы туда позвонили. Допустим, сейчас взяли тебя, завтра взяли меня. Я думаю, что здесь надо по моему мнению, здесь надо соорганизоваться, все, кто может, допустим, куда-то поехать. От России? От России, да. Не будет у нас там терок? Эх, вы, москали. Ну как это? Будет немножко обидно, конечно. Ну знаешь, когда, допустим, мы написали, поэтому, чтобы этих терок не было, допустим, мы говорим, что на этот турнир едешь ты, а я не еду. Да, но если меня не берут. Тогда это другое дело. Тогда это другое дело совершенно. И поэтому надо соорганизоваться. Вот, допустим, на некоторых турнирах у меня две команды ездят. Я пишу везде и прошу две команды, чтобы пустили. У меня есть возможность отправить две команды. Организаторам? Я пишу организаторам. И даже первую команду не всегда, потому что она в топе, ее курирует FIBA. Когда ты не в топе, это, с одной стороны, это хорошо. Ты там с организаторами, они не знают тебя никто, но пригласили команду из-за рубежа. Это интересно. А когда ты в топе, это курирует FIBA, и ты, может, туда ты хочешь, тебя не пустят туда. Кто тебя не пустит? Организатор тебя не пустит? Организатор должен спросить у FIBA. Если ты из топа. Да. Все очень сложно. Сидят там ребята с кальяном, знаешь, такие... Ну, чего они могут, я же не знаю, я же говорю, что, как бы, можно вот на прошлом году, на чемпионате Европы. Но не захотели нас просто пускать по каким-то причинам. Можно подумать, что надо какую-нибудь, ну, какую-то другую страну или другую команду, там какое-нибудь интересное сделать. Ну, что значит, они захотели пускать? Ну, это же организатор определяет турнир. Москоп, он определяет организатор приглашенных. Им дали, там, допустим, дала FIBA шесть команд, которые они должны пригласить. Остальные определяют организатор. Я, например, подошел, мы говорили, что мне очень расстроило, что команда Грузии взяла просто и уехала. Это был вообще беспрецедентный шаг. Да, я слышал про это. Я лучше бы, лучше любую русскую команду взяли. Но, опять же, нет возможности, я это понимаю. Очень много, когда возможности какие-то нет. Мы не знаем. Пока у стритбаскета не было возможности взять русскую команду еще? Потому что FIBA так сказала? Нет, потому что там FIBA, допустим, возможно, и выделила эту грузинскую команду и сказала, что им обязаны взять, и мы не можем ничего сделать. И пусть они уедут после первого дня? Ну, никто не знает. Это все равно. Была грузинская команда. И все. Для этого важно. Ладно, понял. У тебя ко мне какой-нибудь вопрос есть? Нет. вопросов нет. Я единственное, что если у вас получится с РН охраны куда-то ездить, и получится... Ну, это сейчас как раз в стадии, в очередной стадии, но сейчас уже для меня... Уже все совсем принято. Ну, это хорошо. Это еще раз говорю, что тут ситуация для всех, я как бы всем могу сказать, что мы готовы к диалогу, к дискуссиям, к любым, к ответу на любые вопросы. Вот. И для развития, ну, не знаю, для развития российского три на три, надо, я считаю, что надо как-то вместе, где-то, ну, где-то вместе свои, допустим, какие-то свои желания или свои там клубные какие-то моменты надо подвинуть в сторону. И что касается клубного чемпионата, ну, клубных команд, развития этого, как бы мы готовы помочь и готовы конкурировать, ну, как бы на равных, создавать условия для роста личных команд. Отсюда, наверное, будет и рост индивидуальных, сильных, и, возможно, как бы сборная, я думаю, что сборная тоже будет с этим играть. Где бы этих игроков взять еще? Они есть. Игроки эти есть. Вот, допустим, я, вот разговор про Юру Беспалова, да, там он был, мне звонили, я смотрел, как он играет. У кого был разговор? Ну, из стритбаскета. То, что он там на Лиге 33, там очень хорошо играет, там и все. Я позвонил Юре, пригласил его там на наш сбор, чтобы он приехал, поиграл. И, ну, на самом деле, видно, потенциал есть, а то, что он из-за того, что он варится, вот, как бы, на уровень ниже, он не растет. Ему надо, как бы, определяться. Надо, там, какие-то команды, ну, либо в эту команду усиливать, как бы, либо самому идти в какую-то другую команду, хотя бы, чтобы вырасти. Если каждый игрок будет расти, там, будет и команды расти, определенно. Поэтому, ну, я считаю, мое мнение сейчас. Раньше я был, ну, наверное, там, влюблен в одну команду, ну, так, внутри, да, готов был отстаивать, там, все за нее, там, все заодно. Сейчас я вижу, что, если ты хочешь выйти в спорт высших спортивных достижений, ну, наверное, это сборная, конечно, показала очень много, там, большой опыт, как бы, был, то надо какими-то решениями своими, вот этими, надо их куда-то загонять в углу, я бы так сказал. Понял. Вам большое спасибо. Нет, большое спасибо всем. Я надеюсь, что всем было интересно, если все еще остались какие-то вопросы, пишите, про баскетбол, про 3 на 3, про покер, видимо. Нет, я хочу сказать, что хочу всех пригласить, если турнир... Как кушать на баттами. Я понял. Ну, если у нас будут турниры, я еще раз говорю, что я всех буду приглашать, все команды, пусть не обижаются, да, но я буду приглашать, по-моему, сильные команды, если кто-то будет звонить, вот как там старый мне звонит и говорит, вот сильная команда, вот посмотри туда, я с удовольствием как бы это все смотрю. Вы должны понравиться старому, чтобы кудрявцев вас позвал на турнир. Ну почему? Ты же тоже можешь пригласить и сказать, вот есть сильная команда, которая там... Могу. Определенный момент. В Сербии много команд, ну посмотрите, там они все играют, но едят 4 команды. И они там уже там варьируют, там, если у кого-то там травмировался, они могут взять... Они не берут кого-то другого, они берут из сильного игрока, из другой команды. Я, кстати, считаю, что новый сад стал сильнее, с этой вынужденной, я так понимаю, заменой, да, у Сдера травма, да, я так понимаю? Ну я считаю, что нет. Объясню почему. Потому что они... Командная химия, то, что они играли вместе и роли распределены, да, Сдера... Новый игрок не заменил Сдера. Он там может быть сильно индивидуально, но он все равно не играл в этой команде. Индивидуально он намного сильнее, чем Сдера. В моем, в моем, понимаете. Но я... Мы смеемся все и говорим, ну сейчас, знаешь, как было в Золотом Теленке, там, все в Автодор, помнишь, когда они там... Финн был, все в Автодор. Мы смеемся, сейчас говорим, все в ЦОП. Все в ЦОП. Ну потому что для нас ЦОП очень много делает. Для развития, вот если бы у вас появился в Москве, появился там Центр Олимпийской подготовки, там у нас отделение 3х3, если бы он появился, там... Ну это большое, большая помощь. Это огромное. Я... Я столько, если бы могу сказать про Москву, я приблизительно представляю, какие ресурсы, но то, как они распределяются, и куда это все идет. Ну, нашу историю, наверное, нашу боль. MLBL, ты, наверное, наслышан? Я наслышан, я хотел, честно скажу, я хотел переговорить, и мы разговаривали в прошлом году. Объясню, почему по этой ситуации. С кем? У нас в Федерации и с Антоном Зиминым. Объясню ситуацию. У нас до прошлого года была первая и вторая лига по баскетболу, 5 на 5. Было там 12-13 команд в высшей лиге, было порядка там 11 команд в первой лиге. Мы со знаменами у нас дали три года, мы не вступали в MLBL, я точно знаю, было предложение, мы не вступали. В прошлом году организатор, ну, кто у нас отвечал там за эти лиги, да, он всем сказал, что вот мне дали право проводить все это дело от Федерации. Мы вступаем в MLBL и почему-то у нас из 24 команд вдруг осталось 6 и две команды там за уши затягивали в чемпионат высшей лиги, чтобы там были, там, не две, чтобы сделать. Пропало совсем. Все разбежались. Почему? Ну, потому что так организованно было все, что... Ну, здесь, понимаешь, локальная организация, я просто не знаю ваших нюансов. Ну, понимаешь, у нас был чемпионат Санкт-Петербурга. Нет, я... чемпионат Санкт-Петербурга, который давал возможность, пускай это, ну, минимум какой-то, но я оформил, лично оформлял документы на двух человек, на трех человек, которые получили кандидата мистера спорта за чемпионат, за победителей MLBL, за победителей MLBL, потому что чемпионат Санкт-Петербурга теперь не дает этого права. Теперь, так как мы вступили, то мы должны выиграть региональный, не региональный, а турнир в Севастополе, который, и только он дает право. Ну, выиграйте. Ну, я еще раз говорю, я тут вообще... Пока нас там не будет, все у вас будет хорошо. Ну, я вообще никак не участвую, честно говорю, в высшей лиге, вот в этой высшей лиге, и все это разговорно. Но ситуация-то неправильная какая-то, поэтому я и говорю, что тут надо не разговариваться. Ты знаешь, вот ездит Taurus Phoenix, да, вот туда, очевидно, понимает Taurus Phoenix, что есть две команды, с которыми у Taurus Phoenix были бы, ну, очень серьезные. Не понимает. Это не надо им. Им не надо. Им надо выиграть, у них есть деньги на это, на любые поездки, на любые поездки, которые там руководство посчитает нужным. Вот. И неважно, кто там будет. Если там никого не будет, будет очень хорошо. Они выиграют, станут чемпионами. У вас там какие-то хорошие личные взаимоотношения имеют. Нет, почему? Нормально. Да я 10 лет в Taurus играл. Я же приезжал и играл здесь в ЧК. Мне очень нравилось коллектив, мы уже играли, там пришли. Вот. Тут ситуация-то либо развиваться, понимаешь, либо только побеждать. Одно без другого не может, конечно будет. Но нельзя же там побеждать за счет вот этого всего такого, что никто не приедет. Ну вот у нас с командой на намо, да, сейчас вот стала чемпионом Москвы. Ну, смех же. Смех. Но это неправильно. Не вы что, это неправильно. Нет, ну, как бы, я с эмоциональным окрасом это говорю. Ну ладно, я сейчас, это большая тема еще, мы сейчас уйдем куда-то, я уже и так, мы в этих открытых микрофонах это много переговорили, еще и, конечно же, будем как-то освещать, в том числе, это. Думаю, что до тех пор, пока чиновники у власти, ну, в частности, вот здесь, в региональной федерации, в нашей, ведут так дела и не несут за это ответственности, ну, ты можешь рассуждать о ресурсе сколько угодно. Я не знаю, мне кажется, что чиновники некоторые не знают или не хотят это сделать, у них там по любым причинам, по времени нет или еще что-то. Нет, здесь особо. Либо будет идейный человек, который туда придет, я не говорю, я говорю даже про три на три, вот это все. Либо придет человек, который все понимает и хочет это сделать, либо человек, который сейчас там находится, ему надо объяснить, показать, рассказать и возможность сделать за него, но чтобы он сделал там, подписал там или какую-то бумагу что-то сделал. Подожди, а вот, а что тебе вот этот деятель ты ответил, Зимин? Ничего, пока мы не встречались еще. Ты говоришь, ты задал вопрос ему, вот у меня. Да, я сказал, что у нас ситуация такая, пока ничего, у нас не было разговора, не состоялось с ним, как-то будет, потому что, объясняю почему, потому что мы разговаривали в федерации, у нас появился, ну, как бы назначили нового человека на ведение этого всего, мы с ним разговаривали об этом, и он, мы когда разговаривали, надо переговорить с Москвой по поводу этого вопроса, либо мы организуем здесь у себя, выстраиваем все, как что, что и было, да, какие-то вещи, и объясняем, для чего нам нужно MLBL, да, раз у нас из 24 команд осталось там 10, и то там с напишкой. у нас МБЛ тоже, считай, наполовину, полплайн команд ушло, и у нас есть коммерческие лиги, типа MLBL, которые проводят все в одном зале, вот, там дешевле, ну, как бы дешевле, потому что этот чемпионат закрывает, дешевле, но они просто зарабатывают деньги, уходят, и такое ощущение, что, в смысле MLBL так и делает, так я уверен, что такое ощущение, это то же самое, так по всему, здесь Тёп просто так, кроме денег, а чё, а чё он, чё он улыбается, ему реально интересно знать, как у меня дела, нет, ему совсем это не интересно. Ну, хорошо, мы это закроем, это мы, наверное, обсудим, я хочу сказать еще раз про три на три, честно скажу, я хочу, чтобы в Москве, где угодно, люди, которые что-то решают, как у нас, допустим, да, это правительство, у нас в Москве, у нас правительство Санкт-Петербурга, законодательные инициативы, комитет физкультуры и спорта, люди, которые там в СОПе сейчас занимаются, руководители, да, чтобы нашлись такие люди у вас, которые вам облегчают, и сильно помогут в развитии. Так у нас нашлись, которые усложнили все. Я еще раз говорю, что козу делают и кайфуют от этого. Ну, вот еще раз говорю, что мы общаемся с РФБ, да, пишем там письма, еще что-то. Когда у нас все готово, мы доказываем, что надо сделать, вот так, вот так, просим подписать нам бумагу какую-то, это ничего, для них это ничего, но для нас это там много очень, для того, чтобы все получить, сделать, эта бумага нужна, они помогают. Когда что-то, какие-то вещи, они помогают. То, что еще раз говорю, то, что не зависит, что не касаемо денег, не касаемо денег, РФБ всегда поможет. Я думаю, что надо какие-то находить общие со стритбаскетом, потому что, ну, у нас отдано все, стритбаскет, должен быть какой-то единый центр, единый... Я вообще не против, чтобы это был стритбаскет, совершенно не против. Я понимаю, что допустим, что у них очень много там каких-то других дел, там важных. Я вообще понимаю, что основное, ну, самое главное, если брать сверху, что это массовый вид спорта, чтобы все в нашей стране играли не в футбол, а в баскетбол, и интересовались как бы вот так. Ну, для этого и федерация баскетбола. Но, что касаемо наших моментов, которые мы хотим, кроме нас, это никто не сделает. Либо появится какая-то структурное подразделение, по-хорошему, да, по идее, которая будет за это отвечать и нам помогать в этом. Каждому, там не только мне, всем вообще будет помогать. Копятосвенной организации, только там. Понимаю? Окей, договорились. Все в футбол 3 на 3. Ура! Большое спасибо. Спасибо большое.